что поехали помните на самой самой первой лекции я вам рассказывал про что будет этот курс мы говорим про потоки но говорим мы говорим не про потоки как раз мы говорим про concurrency про то как в языке программирования вашим любимым неважно каком выражать конкурентной активности и делаем это вот в нашем курсе на примере эхо-сервера самого простого сетевого приложения где есть какая-то конкурентность потому что у нас есть много пользователей и с чего мы начали наш путь начале этого семестра мы сказали ну вот давайте просто обслуживать клиентов в отдельных потоках почему потому что мы хотим пользоваться обычными блокирующими системными вызовами мы хотим читать из сокета писать из сокета ну а эти вызовы блокируют поток который их вызывает когда данных сокете нет или когда какие-то буферы переполнились поэтому чтобы обслуживать клиентов конкурентно мы должны для каждого из них завести поток остановка одного потока на других не влияет но они делят конечно общий процессор общий набор ядер которых мало как правило но все же если кто-то не исполняется другой клиент может если какой-то клиент не обслуживается потому что данных от него нет то другой клиент может обслуживаться в отдельном потоке он займет ядро это замечательно но такое решение нас не устроило почему потому что хоть оно и конкурентно оно не масштабируется то есть оно не число клиентов которые мог бы обслуживать эхо сервер гораздо больше чем число потоков которые может эффективно планировать планировщик операционной системы мы бы хотели для каждого клиента заводить собственный поток но мы так не можем сделать потому что операционная система просто рассчитана на другой сценарий когда у вас потоки они потребляют ресурсы процессора что-то там вычисляют а у нас потоки больше времени спят ну вот для того чтобы это решение масштабировалась пришлось его существенным образом переделать как это можно было бы сделать но можно было бы воспользоваться тем что операционная система помимо блокирующего API предоставляет вам асинхронные помимо синхронного API предоставляет асинхронный в виде набора системных вызовов и пол который позволяет вам зарегистрировать создать какую-то очередь событий и зарегистрировать в ней сокеты но для начала зарегистрировать сокет серверный а дальше в цикле опрашивать какие же сокеты доступны для чтения записи но и обрабатывать соответствующие события если это серверный сокет то мы запускаем акцепт и не блокируясь уже принимаем очередного клиента если же это сокет клиентский да и регистрируем этот сокет если это сокет клиентский то мы просто обслуживаем клиента то есть читаем и сокеты и пишем сокет зависимости от того что нужно делать вот получается мы что мы заменяем потоки на такой event loop и у нас поток вообще один данном случае но писать так вот мы не хотим мы хотим писать на все-таки c++ более-менее современным поэтому мы использовали библиотеку asio и в одной из домашних работ вам нужно было взять вот такой вот асинхронный код немного поломанный и починить его ну там скажем написать accept в этом цикле но в общем вы наверное это хорошо знаете если вы до этого момента добрались в курсе это все масштабировалось гораздо лучше и вся полезная работа упаковывалась в один единственный поток операционной системы но конечно такой код нас не радовал потому что его просто сложно писать даже эхо север написать довольно довольно непросто почему как мы вообще смогли упаковать всю работу все наши конкурентные активности которых много в один единственный поток но мы взяли и нашу логику обработки клиента обработки за логику работы сокетом мы разрезали на фрагменты разрезали в точках блокирующих системных вызовов вот у нас был лица вот у нас right вот у нас right под капотом это понятно какие-то системные вызовы редрайт обычные но вот мы в них блокироваться не хотим поэтому мы здесь код режем на части и у нас спасибо получается вот такие вот фрагменты колбеки но не называются там хендлеры и каждый хендлер он заканчивается тем что мы начинаем к новой синхронной операции ну то есть чем мы начинаем мы сначала запускаем такую задачу которая стартует в общем стартует прием клиентов запускаем async accept подписываем подписываемся на обновление серверного сокета и когда он готов к чтению мы вызываем этот хендлер он принимает клиентское соединение и запускает обработчик а при запуске обработчиком мы стартуем для него операцию async реца ну и когда она выполнится то выполнится хендлер и тогда запустится из него новая синхронная операция с новым обработчиком ну и таким образом у нас этот код обработки одного клиента написано вот так вот здесь сверху вниз с помощью циклов довольно очевидным образом он превратился фактически в цепочку задач где каждая задача она порождает новую следующую за ней ну и вместо циклов у нас теперь такие циклы вместо циклов for или while в коде обычных вместо обычных императивных конструкций в языке программирования у нас теперь такие циклы из задачек вот эта задача порождает эту эта задача порождает эту ну и вот так вот по кругу они бегают запускаются в некотором пуле потоков то есть в потоках которые вызывают его контекст стран и собственно выполняют задачи служебные или ваши которые попадают в этот event loop ну это все работает это все масштабируется но вот как мы сказали код писать неприятно вместо while мы пишем какие-то мы руками режем код на части и это все становится очень неочевидно выглядит этот код совершенно непонятным образом ну а дальше мы это смогли в курсе починить каким образом мы заменили мы добавили вернее к этому event loop к этому asio файбера что произошло по сути по сути мы больше не разрывали код на части голыми руками мы это сделали с помощью переключения контекста если мы выполняем операцию чтения например то вот мы заходим сокет лицам и стартуем синхронную операцию то есть механика исполнения в сравнении с этим кодом она не меняется у нас по-прежнему под капотом event loop по-прежнему там его контекст стран где-то написан но несложно это показать да и вы наверное сами помните вот то есть примерно все то же самое только появляются файберы которые позволяют вам в точке где вы хотите вроде бы разрезать код на части сделать это с помощью переключения контекста вот вы стартете асинхронную операцию в хендлере вы планируете возобновление файбера ну а дальше вы вот с помощью такой вспомогательного вспомогательного примитива фьюча вы паркуете текущий файбер он больше не исполняется он больше не занимает поток операционной системы и на его место может стать другой файбер который обслуживает другого клиента но выглядит код теперь совершенно иначе выглядит код теперь привычным образом вот у вас есть цикл while вот вы там читаете пишите все очень удобно но исполняется все при этом также то есть мы с помощью переключения контекста здесь но по сути сделали то же самое что и при переходе от этого кода к этому мы этот код разрезали в точках блокирующих вызовов но теперь не руками как здесь нам не пришлось вот эти хендлеры все руками писать мы вместо этого воспользовались переключением контекста ну и и вот смысл получился ровно такой же мы бьем код на части вот так у нас появились ну файбер у нас появились не так конечно мы сначала на примере их изучали потоки устроены но для вот нашей цели сетевого программирования файбера нам нужны для того чтобы выпрямить этот код чтобы склеить его обратно ну а дальше что мы сделали мы файберы научили быть многопоточными мы для этого взяли планировщик файберов сказали что из него можно выделить понятия крути сущность карутины простите вот ну а дальше от планировщика остался страд пул точнее в планировщике переключения контекста пропали там осталось только планирование задач какая-то очередь мы сделали ее многопоточной сделали там пул потоков и вот так появились у нас многопоточные файберы помню они складывались вот отдельные скарутины отдельные страд пула и отдельные но и дальше мы комбинировали эти независимые вещи и получали файбера и тут нужно кое-что заметить порабужен конец вроде бы мы задачу решили в смысле мы хотели написать масштабируемый сетевой код и мы придумали инструмент для того чтобы его писать было с одной стороны удобно вот не так с помощью этих хендлеров а вот совершенно прямолинейно а с другой стороны мы добились того чтобы исполнялся он точно так же как код на asio точно то есть через event loop и позволял нам обслуживать гораздо больше клиентов чем способны пережить операционная система ну то есть мы сочетаем здесь преимущество на первый взгляд обоих подходов и event loop и поток потоки нам дают удобный потоки нам дают стеки стеки это удобный код это такое последовательный код который пишется сверху вниз asio это event loop это эффективность это масштабируемость ну и мы понимаем как этот код можно сделать еще и параллельным у нас в домашке он был однопоточным но распараллель всего никто не мешает никто не мешает вам запускать файберы которые обслуживают пользователей в нескольких потоках и получить с одной стороны масштабируемость с другой стороны еще физическую параллельность при их обслуживании это все так значит ли это что мы решили задачу что больше нам ничего не нужно и идеальное решение найдено ну при условии что мы можем распараллельить этот код про это у вас есть очередная домашка вы с этим справитесь я думаю напишите там mutex напишите что еще напишите напишите канал и вот у нас многопоточные файберы которые имеют синхронизацию которых может очень много они очень быстро очень легко лоцируются вы можете пулить стеки для файберов вы можете пулить сами объекты файбера но в общем это гораздо дешевле чем походы в операционную систему чем переключение контекста операционной системе вроде бы победа но вот как-то скажите мне победа или нет идеальное решение которое мы нашли или в чем-то но может быть несовершенно но файбера не умеет параллельную композицию для этого нам future нужно ну нам скажем прямо в их а сервере future не нужны нас кажется вот этот код вполне устраивает ну и к тому же если нам хочется параллельную композицию мы добавим туда future и вот у нас она будет вот в следующем семестре кто останется на распределённую систему мы там все это увидим хорошо там и файбер и future будут нужны в зависимости от того какой код вы пишете нет у меня скорее претензия вот глобальная к файбером может быть что-то в них все-таки не идеально ну ладно если мы не понимаем то давайте я сам очень тихо к сожалению не разобрал про возвращение результаты их работы нет смысле ну вот смотрите я код написал вы код написали он кажется ну нормальный вот все что вам было нужно вы написали вот эхо сервер работает что нам от этого кода еще хочется но от этого кода на принципе ничего больше не хочется все есть но файберы они приносит некоторые ограничения ну собственно как и потоки вообще говоря его имели так и файберы его имеют тестейки стейки потому что они ну это некоторая такая локация которая имеет фиксированный размер и выполняется один раз при старте файбера и если вдруг нам этого стека не хватит при исполнении то кажется у нас будут проблемы кажется в коде на асио такой проблемы нет потому что но там и стеков то в общем нет если вам нужно что-то сохранить на время жизни там какого-то обработчика соединения обработки клиента вы делаете динамическую локацию на хипе ну и вот с ней живете когда эта локация больше не нужна в этом освобождаете память случае с потоками или в случае с файберами у нас есть ограничение на размер стека но если вы пишете на год то да ограничение на размер стека нет потому что говорит довольно специальный язык там здесь сборка мусора там есть escape анализ и нет понятия стека кучи поэтому go может эффективно расширять стеки более-менее не ограничено там какой-то внутренний лимит есть но это совершенно неважно go runtime go может при переполнении стека его перенести в новую память большего размера и гарутина продолжит исполняться все плюс плюс у нас такой возможности нет потому что у нас могут быть ссылки с других стеков со своего стека мы не отличаем машинные слова на стеке там поинтеры от каких-то просто значений так что стеки мы расширять не можем перенести стек в новую память мы не можем так что если стек переполнится то у нас возникнут какие-то трудности в смысле наш наш программа кажется употреблась потому что она наступит на потому что процессор при обращении к памяти наступит на guard page который мы в начале стека защитили от обращений чтение записи чего угодно ну все же можем расширять стеки потому что можем делать сегментированные стеки нет но мы не можем в смысле это не эффективно потому что такая возможность компиляторе есть компилятор может за вас аллоцировать новые чанки ну и поскольку это компилятор может в пролог каждой функции добавить что какую-то логику про то что наступил начался нового чанк стека но если у вас какой-то горячий код попал на границу этих чанков этих стеклетов то вы сильно теряете производительность и никакого понятного способа как от этого избежать нет поэтому кажется никто в продакшене сегментированные стеки не используют от них отказались в год отказались в расти ну и не то чтобы я вам советовал их использовать такая возможность есть да но это непредсказуем непредсказуемые плохо контролируемые накладные расходы которые вы себе конечно позволить не можете так что нет мы все-таки хотели бы решить задачу как-то иначе ну точнее подумать а можно ли было бы сделать как-то иначе вот у нас есть две большие альтернативы с одной стороны есть файберы со стеками а с другой стороны с противоположной есть асио без стеков когда у вас выполняется обработчик вот скажем этот то над этим то когда вызывается этот обработчик и он там стартует операцию асингрид сам то выше по стеку над ним нет никакой логики обработки клиента уже конкретного выше по стеку над ним находится просто event loop ну и с одной стороны проблем с расширением стек от нет по время с переполнением стека нет с другой стороны у нас нет стеков а значит у нас нет исключения у нас нет стек трейсов ну и у нас вот код на handler рассыпается вот две такие альтернативы и у каждой есть свои недостатки вот сегодня мы пытаемся разобраться а если между ними какой-то компромисс можно ли найти что нибудь посередине между отсутствием стек и стеком фиксированного размера можно каким-то образом построить стек идеального размера который будет ровно такой сколько такой который нужен исполнению все-таки нам стеки нравятся стеки они помогают писать код сверху вниз последовательно использовать циклы это крайне удобно поэтому мы стеки в каком-то виде хотим сохранить но мы бы хотели все-таки обойти ограничения ограниченного ограничения фикс стека на стек файбер фиксированного размера поэтому нужно подумать а где же у нас вообще осталась какая-то альтернатива что могли сделать иначе для этого нужно вернуться в задачу карутина и посмотреть на шаблон это не шаблон это тесты а вот шаблон но мы там делали карутины потому что карутина это вот то из чего состоит файбер файбер для нас этот redpool это какая какой-то код который файбер хочет исполнять этот код исполняется в карутине карутина стартует в тред поле бежит 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 потом хочет остановиться почему-то потому что там перепланироваться захотела остановилась задача в тред поле завершилась и мы должны породить новую задачу которая снова возбудит карутина ну то есть шаги файбера это шаги карутина мы и мы с вами карутину написали с помощью на переключение контекста но можно заметить что карутину можно написать разными способами и вообще существуют разные карутины собственно это намекал вот этот комментарий вы пишете не просто вот одну единственную карутину которая возможна на свете вы пишете именно стекфол карутину и вот это слово стекфол на оно должно вас натолкнуть на мысль что бывают другие карутины в частности стеклос и вот сегодня лекции они посвящены как раз стеклос карутинам и в частности карутинам все плюс плюс которые появились начиная с плюс плюс 20 и вот они там стеклос то есть мы карутина могли сделать некоторым альтернативным образом иначе ее реализовать и вот и вот мы сейчас начнем делать это иначе попробуем построить круть объект карутины который позволяет исполнение останавливаться но перед этим нужно подумать ну как то вот проверить свою интуицию а чем могли бы отличаться стекфол карутина от стеклос но сразу как бы отсеку какие-то очевидно неверные соображения что любому исполнению нужен стек ну потому что в любом исполнении у нас будут вызовы функций чтобы процессор мог функции вызывать потом из них возвращаться ему нужен call стек то есть исполнение без call стека не бывает так вот чем же на ваш взгляд могли бы отличаться стекфол карутин от стеклос карутин про который мы пока ничего не знаем может быть то что и у можно будет вызывать только одной функции это совершенно не очевидно а почему здесь слова стек флу стек и стеклос ну потому что мы хотим переключение контекста сделать как бы не передовая стек а только значение регистров возможно возможно ты знаешь ответ но это я не хотел проверить это я хотела какую то интуицию проверить у кого-то но смотрите вот стекк фу стеклос не означает что одной корутины есть тэк но одна корутина пользуется стеком дургая не пользуется стеком обе корутина из тэкys стекàn-фу стеклос это какие-то исполнения останавливать которые могут становиться но в этих этим исполнением любом случае нужен стаг для того чтобы какие-то функции вызывать Простите Любая карутина должна выполнять какой-то полезный код В любом полезном коде будут вызовы функций Поэтому, конечно же, карутине для того, чтобы исполняться, нужен стек вызовов Различие stackful и stackless Карутин состоит в том, что происходит со стеком, когда карутина останавливается Ну вот вспомним такой пример из домашней работы Я не знаю, читали вы его или нет Это такой способ применения stackful карутин для реализации итераторов Ну вы можете легко, скажем, реализовать итератор по списку Односвязанному, двусвязанному Но если вы хотите сделать итератор по дереву То гораздо удобнее, ну, то естественным образом дерево обходится рекурсивно И вот довольно сложно совместить рекурсивный обход дерева и контракт итератора Где у него есть там оператор плюс-плюс Вот stackful карутина позволяла это делать Мы стартовали такой рекурсивный обход Когда посещали очередной узел, мы делали саспенд И выпрыгивали в цикл А в цикле, который выполнял итерацию, мы потом звали резюм Прыгали обратно в этот stack рекурсивных вызовов и продолжали обход дерева Вот это stackful карутина Что это значит? Что она может остановиться в произвольном месте И если в этом месте образовался некоторый stack вызовов, то он зафиксируется, сохранится И мы при возобновлении карутины с этого stack продолжим Ну, то есть у stackful карутины в остановленном состоянии может быть stack Чем отличается stackless карутина? Тем, что у stackless карутины в остановленном состоянии стэка не бывает Ну, как не бывает Он такой вырожденный Он состоит из одного фрейма Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы хотим сейчас карутины ограничить до такого класса Где мы можем их останавливать только на самом верхнем уровне Только в самом теле карутины Мы не можем сделать саспенд в каком-то вложенном вызове Ну, а это означает, что если карутина остановилась То у нее stack имеет довольно вырожденный вид Это единственный фрейм, ну, вот, самой этой функции Вот видите, написано какой-то пример Он закомментирован, потому что это какой-то псевдокод Но мы бы хотели сейчас вот такую карутину реализовать Мы бы сейчас хотели написать некоторый объект Который, который возьмет резюм И который бы работал точно так же, как наши карутины Которые мы писали в домашке Но при этом был бы устроен гораздо проще В частности, он бы не использовал Он не будет использовать переключение контекста Все-таки переключение контекста Это какие-то накладные расходы Это какие-то платформы, специфичные инструкции Вот мы хотим этого сейчас избежать Мы хотим построить карутину для такой функции И саспенд мы разрешаем этой карутине Делать только вот здесь, вот только в самой функции кора Но не внутри вызова фу, там, бар или других Понятно ли это? Ну, вроде да Ну вот, если у нас есть такое ограничение, что мы можем карутину остановить только на самом верхнем уровне То можно легко понять, что такую карутину можно реализовать гораздо проще Ну, давайте подумаем как Ну вот, кажется, я написал ответ Карутина, остановившись, должна сохранить свое состояние Если у нас стекфул карутина, то состояние карутины — это, ну, там, какие-то регистры процессоров и стек вызовов этой карутины Но если карутина останавливается только на самом верхнем уровне, только в самом первом своем фрейме То как же можно, то что образует состояние этой карутины? Вот карутина здесь остановилась Что образует ее состояние? Ну, или здесь остановилось? Локальные переменные Ну, во-первых, аргумент функции все-таки тоже есть И локальные переменные Так вот, давайте просто соберем вот эти аргументы и переменные и сделаем их состоянием карутины Ну, а теперь смотрите, да, ну и напишем конструктор Ну, а теперь давайте напишем резьем И смотрите, что сейчас произойдет Произойдет очень простые вещи Произойдут простые вещи, но важно их сейчас понять Метод резьем будет ровно такой же, как у нас был в карутине То есть здесь поведение наблюдаемое не поменяется Но вот если карутину стартовали первый раз, то что надо сделать? Она вызовет функцию foo А после этого она должна как-то остановиться Ну, как остановить карутину теперь? Break Ну, вот смотрите, return, он здесь подходит, потому что мы знаем, что карутина останавливается Вот только сама вот в себе, вот в верхнем вызове, в этом единственном стековом фрейме Но если мы запустим ее во второй раз, то у нас уже лейбл будет один, и мы продолжим вот с этого места Продолжение следует... И аргумент функции передаем, и вызываем Ну, теперь можно написать пример какой-нибудь Ну, это все равно, что вызов кару 5 Ну, и вот, значит, сначала напишем Да, ну, вот это вот как раз точки Соспенда Ну, теперь можно запустить и проверить, будет ли Это работать Ну вот, карутина сделала три шага, и вот на третьем шаге, на третьем вызове резюм Она запустила функцию бас, потом запустила out, и там напечатала что-то на экран Ну вот, мы для вот такой вот карутины, несуществующей, которую бы мы хотели получить Мы могли написать вот такую стейт-машину Почему мы могли ее написать? Потому что мы знаем, что вот состояние карутины — это фактически один стековый фрейм Соответственно, параметры, аргументы функции и локальные переменные, которые в этом стековом фрейме появляются Тут можно было бы даже соптимизировать, потому что кажется, что переменная c, она И ее в состояние вносить не нужно, ее можно оставить просто здесь Ну вот, то, что мы сделали, это стековская рутина Разве что, ну довольно странно, мы ее руками написали И понятно, что вот этот код, он получился специфичным для конкретной функции Потому что тут наша вот логика по управлению, по там возврату и возобновлению Она перемешана с кодом самой карутины Что довольно неудобно Но тем не менее механика должна быть понятна Стекласс-карутина, она может быть реализована без переключения контекста Для реализации стекласс-карутины достаточно трансформировать исходную функцию Сделав аргументы и локальные переменные полями класса А точки со спенда заменить просто на return Ну а писать такой код руками мы все равно не хотим Ну это довольно странно, зачем нам писать руками такие вот карутины Очевидно же, что вот этот код, из этого кода можно построить вот эту стрит-машину абсолютно механически Если вы, конечно, компилятор Вот если вы компилятор и вам сказали, что вот функция и это карутина А как это компилятор поймет? Ну потому что вы сказали ему, что в этих точках она должна остановиться Вы добавили в язык какое-нибудь ключевое слово, которое говорит, что вот в этом месте Вызов функции должен остановиться Тогда компилятор понимает, это карутина И он для нее генерирует вот такой вот автомат Дело абсолютно привычное Если вы когда-нибудь в жизни своей писали лямбды То, ну это же тоже некоторая синтактическая такая конструкция Для которой компилятор что делает? Он генерирует служебный класс, функтор И там, ну неинтересно Какой-нибудь И если вдруг ваша лямбда захватывает какие-то аргументы Какие-то локальные переменные То как это все реализовано? Ну видимо этот x, он становится полем этого функтора Компилятор генерирует служебный класс У которого есть там оператор круглой скобочки У которого есть поле x Ну и вот в операторе круглой скобочки запускается тело функции Абсолютно такое механическое преобразование Генерация кода Которая от вас скрывается Вы даже не знаете конкретного класса Конкретного имени для класса этой лямбды Вы можете только alias получить Но вам это не нужно Вот точно так же компилятор мог бы поступить здесь Если мы договоримся с ним Про то, как маркировать точки остановки То компилятор вполне сможет для нас По такому описанию генерировать вот такой вот код И тогда мы получим коррутины Но при этом без использования переключения контекста Понятно, о чем я говорю? Это да, но непонятно Вот в этой реализации с кейсами Почему у нас стеклесс в итоге получился? Ну потому что коррутина, которая... Еще раз С самого начала Что такое стеклесс? Это коррутина, которая... Давайте скажем, что пусть коррутина Умеет останавливаться только во самом верхнем вызове своем Она может использовать стек, она может делать другие вызовы Других функций Она может вызвать бар Этот бар вызовет еще что-то То есть стек используется Но если коррутина хочет остановиться Она делает это только здесь Только непосредственно в своем теле Она не может остановиться Вот как наша стекл коррутина Внутри такой рекурсии Мы запрещаем это Ну и тогда состояние коррутины Теперь описывается... Состояние остановленной коррутины Описывается не стеком вызовов Из которого нужно переключаться Потом у него возвращаться И так появляется переключение контекста Нет, состояние коррутины Теперь описывается просто Аргументом функции И локальными переменными Ну вот мы аргумент функции Локальные перемены сделали полями класса А suspend у нас теперь стал просто return Вот и все Ну вот просто живой пример Что я могу таким образом Если я имею такое ограничение То я могу реализовать коррутину Просто с помощью Ну там обычного класса С return и с кейсами Ну другого состояния Остановленной коррутины Помнить не нужно Только это Какой бы у него был аргумент Какие были локальные перемены В данный момент И в какой точке она остановилась Это все, что мне нужно помнить Для такой коррутины Вот, если это понятно То можно двигаться дальше И заметить, что Кажется, такие коррутины Для нас бесполезны Но в самом деле Зачем ей просто так останавливаться? Как правило Мы пишем несколько другой код Но мы работаем со синхронностью И скорее всего Коррутина останавливается Потому что она ждет чего-то Когда освободится Мьютекс Когда там Закончится какое-то Вычисление в поле потоков Когда там Завершится RPC-запрос На другой узел Распределенной системы Ну то есть Коррутины нам нужны Для того, чтобы Описывать конкурентные активности А в этих конкурентных активностях Бывают ожидания Поэтому мы бы хотели Чтобы Компилятор мог Не только такой код Поддерживать В смысле генерировать Коррутины для такого кода Мы бы хотели Писать нечто такое Чуть более сложное То есть Мы бы хотели Запустить коррутину Которая бы Стартовала какую-то Синхронную операцию Ну скажем Вот вычисление Инта В поле потоков А потом Каким-то образом Дождалась Этого Инта Это была бы Первая пауза Этой коррутины На втором шаге Мы бы запустили Другую синхронную операцию Тоже Пусть вычисление Чего-то В поле потоков И снова Дождались Ну вот снова Коррутина с тремя шагами Но в чем Эта коррутина Отличается существенно От этой В том, что В этой коррутине Мы сами Вызывали резюм Три раза Вот она остановилась Мы вызвали резюм Коррутина продолжилась Вот в таком коде Вызывать резюм Пользователю Бесполезно Коррутина ждет Не пользователя Коррутина ждет Когда событие Какое-то реализуется Когда в пуле потоков Завершится какая-то задача Вот Так что мы бы хотели Теперь немного Подруг Ну У нас теперь задача Более общая Мы хотим чего-то дожидаться Не просто останавливаться Останавливаться Потому что мы чего-то ждем Ну и мы сейчас разберемся Как же такую коррутину сделать Но перед этим Вот видите У нас появляется слово Await Вот Await Это то самое ключевое слово Которое Мы хотим добавить В наш язык программирования Для того чтобы Компилятор понимал Что перед ним Не просто функция А перед ним Именно коррутина И вот в этих точках Она собирается Чего-то И в этих точках Она собирается Останавливаться Потому что Она чего-то ждет И именно в этих точках Компилятор Сгенерирует Вот точки остановки И именно Вот в этих точках У нас как будто бы Компилятор нарежет Функцию на части Помните Когда мы говорили Про E-Pol Мы обсуждали Как именно Этот код получается Вот возьмем Блокирующие Системные вызовы И вот в этих точках Код на части Порежем Ну для начала Мы делали это руками Просто писали В этой ветке If Одну часть В этой ветке Else Другую часть Ну или Васю писали Отдельные хендлеры Потом мы сказали Что мы можем делать Это автоматически С помощью переключения Контекста Вставляя ее Вставляя их Вот в вызовы Там Read sum или write На сокетах А теперь мы говорим Что пусть Это делает Компилятор Потому что Преобразование Абсолютно Механическое Потому что Абсолютно Предсказуемое Нужно лишь Чтобы компилятор Понимал В каких местах Мы хотим Наш код Резать на части Вот эти места Мы маркируем Специальными Такими Тактическими Маркерами В виде Ключевого слова Await Ну и Этот Await Он встречается В огромном количестве Языков программирования Когда-то В первый раз Он появился В языке C-Sharp Это кажется Первый промышленный язык Который использовал Async Await Мы стартуем Синхронные операции А потом мы Дожидаемся Пока не завершатся Говорим об этом Компилятору Ну в Python В современном Вы тоже конечно Видели Когда-то Gilt Сейчас уже Await есть Вот тот же самый Await С тем же самым смыслом У нас есть какая-то Синхронная операция Она прямо сейчас Не может моментально Завершиться Поэтому мы должны Приостановить Исполнение До тех пор Пока Не появится результат Ну в JavaScript Там Await В Rust есть Await Но вот такие Очень неожиданные Они выглядят Вот так вот Это тоже ключевое слово Но это супер необычное Ключевое слово Потому что Оно имеет Вид Точка Await И цепляется К какому-то Экспрессиону Который Что-то вычисляет Но тем не менее Смысл один и тот же Это каждый раз Маркер Который указывает Компилятору Что Перед ним Не просто Какой-то код А перед ним Именно Карутина Которая В этой точке Хочет остановиться Так вот Давайте теперь Понимая это Ну это псевдокод Снова потому что В языке Слово Await Нет Там есть Слово Co-await Ключевое слово Co-await И вот мы Постепенно К нему приближаемся Вот давайте Теперь подумаем Какой бы код Мог сгенерировать Компилятор Для такой Карутины Ну вот Мы снова Сейчас будем писать Этот класс State Machine Класс Автомат Который На самом деле За нас В будущем Будет писать Компилятор Ну и как обычно Мы начинаем С каких-то Очевидных полей У нас есть Аргумент У карутины Давайте Из него Сделаем Поле Вот И у нас будет Метод Resume И у нас Снова будет Лейбл Который Говорит В какой же Точке Карутина Остановилась Ну этих Точек Какое-то Фиксированное Количество Здесь у нас Их две Но код Напишем Мы немного По-другому Я потом Может быть Объясню Почему так А может быть И не буду Это неважно Сейчас Вот у нас Есть Три шага Карутины До первого Авейта Между первым И вторым И от второго До конца Ну и с чего Начинается Первый шаг Карутины Вот мы создали Карутины Отдали ей Пул И сказали Начинай Исполняться Что же она Сделает Ну судя по этому Коду Она должна Вызвать Асинхронную Операцию Асинквия Она должна Вызвать Асинхронное Стартовать Асинхронное Вычисление В пуле В пуле Поток Вот у нас Есть Пул И мы Там Должны Вычислить Какой-то Инт Но Может быть Не сразу И мы Получаем Фьючер Мы хотим Получить В Инт А получаем Вместо этого Фьючер Вот И где-то После этого Шага Мы должны Остановиться Потому что Очевидно Значение Пока не готово Как обычно Подготовимся К остановке Но Когда же Мы возобновимся Мы уже Не можем Написать Вот здесь Вот так Core Resume Это будет Бесполезно Бессмысленно Просто Крутина Она должна Возобновиться Не по нашей Воле Такая Крутина Должна Возобновиться Тогда Когда Значение Во Фьюч Появится Вот в этой Вот Как же Его дождаться А ну да У нас Есть Локальные Переменные В И С Давайте Их Тоже Сюда Сразу Добавим Так вот Так мы Делать Не хотим Когда же Нам Возобновить Крутину Дождаться Можно С помощью Сабскрайба Отлично Вот давайте Так и Напишем У нас Есть Фьюча Она Когда-то Закомплитится Видимо Через Секунду Когда В Пуле Вычислятся Значение И Нам Дадут Наконец Инт И что Мы Сделаем В Обработчике Этого Инта Резюм Ну мы Резалт Положим Вначале Наверное Потом Резюм Сделаем Ну давайте Мы Наконец Вычислим Значение В Давайте Я буду Игнорировать Ошибки Для простоты Вот А дальше Скажем Что Ну вот Все Продолжаем Крузину Она готова И после Возобновления Мы окажемся Здесь Потому что Мы уже Поменяли Лейбл И вот У нас уже Есть значение В Успех Ну вот В этой Ветке Мы должны Сделать Вторую Асинхронную Операцию Мы Говорим Теперь уже S Future Вычисляем Вычисляем Фьюч Вычисляем Этот Стринг Запуская Новую Асинхронную Операцию В пуле Поток В этом Спим Секунду И возвращаем Hello Ну и, наконец, когда мы дойдем сюда, когда нас возобновляет второй раз, ну, третий раз уже, то мы должны просто напечатать значения s и v. Ну что, код написан, да? Нет, не написан, что-то пошло не так. Ну, давайте попробуем его запустить, может быть, он даже заработает, было бы приятно. Не стал работать, но легко догадаться, почему. Поможет ли это? Фантастика. Рутина запустилась, поработала и дождалась и 42, и hello. Ну, не нужно беспокоиться, что мы написали какой-то гору уродливого кода, потому что, еще раз, наш план не писать его руками, наш план объяснить компилятору, что мы хотим, чтобы он сгенерировал этот код за нас. Давайте подумаем, как теперь это работает. Вот мы говорим core resume здесь, да, в main, и вот этот код исполняется, вот этот код исполняется где? В потоке, который исполняет функцию main. А продолжается, крутина, где? В каком потоке? Вот после того, как она здесь запустилась, она в этом вызове резюм сделала свой первый синхронный шаг, потом она остановилась, а продолжилась уже в тредпуле, потому что, ну, видимо, в тредпуле выполнился обработчик, выполнился коллбэк для сабскрайба, и в этом коллбэке мы вызвали резюм, и карутина продолжилась уже там. То есть карутина телепортировалась в тредпул здесь. Вот у меня этот резюм, вот здесь выглядит как-то странно, потому что мы фактически здесь не то, чтобы резюмим карутину, мы ее стартуем. Вот давайте сделаем так, чтобы было как-то поприятнее, чтобы было логичнее. Напишем вот такой код лучше. Вот, то есть карутина, она была создана, стартовала, а дальше ее жизнь продолжилась в тредпуле. При этом вот понятно, что мы можем так создать много карутин. Для каждого клиента она может быть своя, и пусть они там в общем тредпуле бегут. Вот здесь снова нигде нет блокирующего ожидания. Это важно. Простите. То есть код, который мы хотим написать, он выглядит как синхронный. Вот у нас был async v, а вот мы получили значение. Но при этом компилятор должен его для нас трансформировать в такую стейт-машину, где будут только subscribe, то есть асинхронное продолжение нашей карутины, без блокировок потоков. И тогда эти карутины смогут в тредпуле бегать спокойно друг с другом, разделяя ограниченное число потоков. Ну как, ясно, что происходит? А если у нас будет два await'а, а потом в конце suspend? Вот. И у нас будет два резюма в main'е, есть гарантия, что наш второй резюм сработает именно на suspend? Я не понял, если честно. Ну, в плане вот у нас есть два await'а в карутине, и потом есть suspend, вот ручной. Вот, мы делаем в main'е, ну стартуем в карутине. Подожди, а где есть ручной suspend? Нет, вот если мы сделаем так. Ну, вот напишем здесь еще один suspend, да? Да, просто suspend, да. Так а какая разница? Ну, в плане у нас резюм может сработать раньше, чем вообще... Нет, ну еще раз, пока этот await' не завершился, мы сюда не дойдем просто. Я не понимаю. Все же по очереди происходит. Вот, а если резюм в другом потоке, он случится раньше, чем suspend? И у нас там... Сейчас ты пытаешься меня спросить вот о чем, что мы писали код в файберах однопоточный, да? И мы в методе read-sam говорили сначала async read-sam и планировали callback, который зарезюмит карутину. А в future get мы парковали текущую... Ой, сейчас, простите, файберы. Мы здесь планировали асинхронную операцию, которая в callback'е в handle'е своем зарезюмит файбер. А после этого мы файбер блокировали, парковали. И, видимо, ты спрашиваешь про то, что будет... Ну, это все работало, потому что это был однопоточный код. Если мы начнем запускать файберы через ASIO в нескольких трыдах, то может быть так, что асинхронная операция завершится быстро, и хендлер, который зарезюмит текущий файбер, может выполниться еще раньше, чем этот файбер остановится, да? Ты про это говоришь сейчас. Про эту проблему. Похоже, но сейчас скажу так. Вот у нас evade еще не завершился, и нашу каротину еще не разбудили. А с другого потока, с мейна, уже прилетел резюм еще раньше. Так еще нет, нет никаких резюмов. Вот смотри, у нас резюм выполняется только... Черт. У нас есть старт карутины. Это все, что мы можем сделать. А, то есть от резюма мы выходим вообще... Ну, это бессмысленно, это просто не имеет смысла. Я поэтому резюм сделал приватным. Ну, он... Пользователь его не может звать по собственной воле. Карутина возобновляется тогда, когда она готова возобновиться, а не когда пользователь захочет. Я, разработчик, могу просто стартовать карутину. Сделать вот вызов функции такой. А дальше, когда она остановится, она может запуститься только тогда, когда значение в пуле будет вычислено. И я этим управляю. Понимаешь меня? Да, окей, я понял. Просто в первом примере был, ну, suspend и резюм был. Ну, так, вот я же говорил, что первый пример он простой, потому что здесь... Мы этим отказались. Ну, вот здесь мы говорим suspend, а потом ожидаем, что нас резюмят. Но в нашем мире, в наших задачах такого не бывает просто. В нашем мире карутину suspendится не потому, что она просто хочет заоспенниться, просто так. А потому что она не может дальше продолжаться работу. Она должна дождаться чего-то. Прошествия времени, ответа пользователя, ответа удаленного сервиса сетевого, вычисления в тредпуле. То есть она ждет события внешнего мира. Вот мы и говорим теперь, что у нас не suspend, а вот такой await. Мы дожидаемся чего-то. То есть нам, если мы хотим и await, и suspend использовать, то там у нас должны быть разные резюмы условно. Ну, мы не хотим так вместе их использовать. Мы не будем. Ну, это была... Смотрите, это такая отправная точка, чтобы я вам просто показал механику строить машины. Что вот... Ну, как этот код трансформируется в этот? На самом деле мы такого не хотим. Мы не хотим ручного саспенда. Мы хотим await'а. А ручной саспенд можно эмулировать с помощью await'а, если вам захочется. Вот. Но давайте не будем их смешивать. Вот это плохая идея. Так вот, здесь понятно, что происходит, да? Да. Отлично. Тогда я все-таки... Ну, я неправильно понял вопрос, но начал говорить правильные и разумные вещи. Что в файберах была проблема, что у нас был здесь старт синхронной операции, в коллбеке этой синхронной операции был резюм файбера, а здесь был саспенд файбера. И вообще говоря, они гоняются. То есть если у вас коллбек может быть вызван параллельно в другом потоке, то может случиться так, что синхронная операция завершится быстро, и резюм для файбера будет запущен еще до того, как будет выполнен саспенд для файбера. И получится, что мы захотим активировать контекст исполнения еще до того, как мы из него выйдем. В строчке 68. И эта гонка — это проблема. И ровно этой проблеме посвящена домашка промьютекс. Вы там делаете фьютекс, и нельзя просто так бы... Ладно, там увидите, что нельзя делать просто так, но проблема там ровно такая же. Там файберы становятся многопоточными, и появляется гонка между саспендом и резюмом. И эта гонка опасна, потому что мы не можем активировать контекст, который мы еще не остановили. Так вот, в случае с карутинами, со стеклос-карутинами, такой проблемы нет. Вообще говоря, вот мы здесь подписываемся на фьючу. Но мы в этой строчке подписываемся на фьючу, и вообще-то этот кулбэк может быть выполнен очень быстро. До того, как мы сделали саспенд. Но беспокоит ли нас эта ситуация или нет? Может быть, мы еще находимся здесь, а в другом потоке, в пуле, уже резюмится эта карутина. Страшно это? Но мы уже увеличили лейбл, поэтому... Но мы уже увеличили лейбл, мы там сохранили свои локальные... У нас все локальные перемены в полях класса, нам осталось сделать только ретерн. Но будет совершенно не страшно, если карутина возобновится в другом потоке, раньше, чем этот ретерн сделаем в этом потоке. Раньше здесь было переключение контекста, и это было плохо, но это было опасно. А сейчас это просто вот выход из функции. И здесь никакой гонки нет. Вот видите, стеклоскарутины уже упрощают нам жизнь. У нас их еще нет, они уже упрощают нам жизнь. А теперь смотрим дальше. Вот этот пример работает. А теперь? Ну, я, кстати, боюсь, что он продолжит работать. Не должен, но будет, скорее всего. Ну, это, конечно, печально. Понимаете, что произошло, да, или нет? У нас продолжит исполнение в пуле. Ну, у нас стоит машина ударилась, а она должна исполняться в пуле, и у нас обращение к удаленной памяти. Ну, как? Ну, код-то работает, видите, он не ломается даже. Ну, потому что данные там-то остались, и мы как бы к ним обращаемся. Ну, да, но на самом деле произошло что-то странное. Если вы там с адреса нетайзером соберете, то, кажется, получите здесь ошибку. Мы создали к рутину на стеке, и вот ее состояние, оно лежит на стеке сейчас, на стеке мейна. И там вот лежат эти threadpool, эти локальные перемены, этот лейбл. Мы вызвали старт, этот код выполнился синхронно, мы запланировали операцию в пуле потоков, она там стартовала, вычисляет int, она захватила pointer на текущую к рутину. И вот когда в пуле через секунду сработает, ну, вычислится это 42, закомплитится promise какой-то, и будет вызван callback. И вот там мы вызовем this resume и напишем что-то в память по этому this. Ну, а объект сам уже разрушен. Так что корутина, она где-то там живет у себя синхронно, а ее состояние разрушилось. Поэтому вот так вот мы делать не хотим, конечно. Ну, в смысле, мы компилятор. Еще раз, мы давно уже называем, мы давно уже компилятор, а не разработчики. Вот мы компилятор, такой код генерировать не хотим. Это опасно. Мы хотим генерировать такой код. Это ясно? То есть состояние корутины должно быть размещено на стейке. Ой, на куче, извините. Отлично. И с этим мы разобрались. Ну, а теперь, значит, следующий шаг. Вот мы, в принципе, понимаем, что мы можем... Чего мы хотим? Мы хотим, как разработчики, писать вот такой код в программе и хотим, чтобы компилятор для нас по такому коду, увидев, что там есть ключевое слово await, сгенерировал вот такой код. Ну, и кажется, что он мог бы это сделать. Он бы сгенерировал такой класс, он бы построил на куче экземпляр этого класса, ну, и внутри сделал бы такую стоит машину. В этом примере компилятор мог бы так сделать. Ну, если мы с ним договоримся про ключевое слово для Suspenda, то он бы мог такое сделать. Мог бы сгенерировать такой код. Вот буквально. Но в этом примере компилятор так не сможет сделать уже. Он не сможет по такому коду сгенерировать такой код. Понимаете, почему? Честно говоря, непонятно. Непонятно? Ну, представь, что ты компилятор, что ты знаешь вообще? Ты вот знаешь, что это карутина, потому что в ней есть ключевое слово co-avate. Ой, просто await. Ну, собственно, компилятор C++ так и понимает по коду, что это карутина, а не функция, потому что он видит там co-avate ключевое слово. Ты понимаешь, что вот у тебя здесь есть future. future int. Ну, то есть у тебя есть выражение вот это async via, и оно эволюетится в future int. Ты компилятор это понимаешь. Ты, компилятор, так же понимаешь, что эту future int нужно как-то развернуть просто в int. Но ты не понимаешь как, потому что ты, компилятор, вообще ничего не знаешь про future. Это же класс, который пользователь написал. Может, они-то написали свою. Почему бы не написать? Что? Ну, почему бы не создать возможность так делать разработчикам компилятора? Сейчас, ну, разработчики компилятора компилируют какой-то код. У них есть здесь какой-то тип T, здесь какой-то тип U. И для них написано следующее, что у тебя, вот у них есть такое вот, не знаю, U value — это await какой-то expression. Компилятор понимает, что, ну, и вот этот expression, он вычисляется в какой-то тип T. Компилятор понимает, да, что, наверное, что у коррутинного должно быть поле класса типа U. Что коррутина должна в этом месте остановиться. Но компилятор не понимает две вещи. Во-первых, когда нужно возобновить коррутину? Во-вторых, где ее нужно возобновить? Ну, и там, в-третьих, как именно из этого, и как именно получить этот самый U. То есть компилятор не понимает, как именно дождаться, потому что логика вот этого ожидания, она специфична для конкретных типов. Вот у нас здесь future, и дождаться future, это значит подвесить на нее callback. Но компилятор не может этого знать. Правда? Тебе нужно отнаследоваться от какого-то интерфейса для future. Отследование и компилятор это какие-то очень перпендикулярные вещи, абсолютно не связанные друг с другом. А мы можем future в компилятору строить? Ну, мы бы не хотели этого делать, потому что мы бы хотели, чтобы await работал с произвольными типами. Но у тебя своя future, у меня своя future, у кого-то еще своя future будет. Там в Facebook одна future, в STD другая future, у нас третья future. Ты четвертую напишешь. Четвертую напишешь. Ну, там шаблонные аргументы надо переопределить. То есть, класс, который как с итератором помогает работать, так и с future, со своими. Вот, смотрите, мы сейчас говорим про стеклос-коррутины. Стеклос-коррутины, реализованные в компиляторе. То есть, компилятор должен по вот такому описанию сгенерировать state-машину. Но компилятору нужно в какой-то момент каким-то образом объяснить, как именно нужно дожидаться возобновление коррутины и где именно нужно резюмить. То есть, компилятор должен, если он поддерживает коррутины, оставить нам возможность для кастомизации поведения коррутины. Вот, смотрите, вот этот код компилятор сгенерировать может. Ну, вот эти поля он может сгенерировать, этот аргумент, этот лейбл. Он это сделает. Он эти if-ы напишет тоже самостоятельно, без нашего участия. Будет эти лейблы продвигать вперед. Он сгенерирует такой код, просто потому, что этот код уже написан в программе. Вот, вот он написан, вот мы его сюда вставили. Вот чего не может компилятор сделать, он не может написать на subscribe. А может быть, мы умеем перегружать оператора wait? Ну вот, нам нужен какой-то механизм для кастомизации поведения коррутины. И это наш следующий шаг. Вот, более простой пример. У нас здесь есть коррутина, у которой есть просто один async v, один await. Нам нужно дождаться и напечатать v. И вот, что может сделать компилятор. Вот он сгенерировал state-машину, вот он ее алоцировал на куче, почему мы ее, мы уже понимаем. Вот он запустил коррутину. Ну и то, что в коррутине можно было написать, он написал. Вот, label, vfuture, label1, я какой-то to do. То, что здесь, мы должны написать сами. И то, что здесь, мы должны написать сами. Но только нужно договориться с компилятором о некотором интерфейсе. Каким образом мы будем задавать поведение коррутины в точках ожидания. И тут мы уже приближаемся к конкретным коррутинам, к тем коррутинам, которые реализованы в C++. Но я пока объясняю все-таки не коррутины из C++, а такие общие, абстрактные коррутины, но слово будет похожее. Мы сейчас напишем класс авейтер. И класс авейтер, он будет отвечать за две вещи. Как из vfuture получить v, то есть как из vfuture int получить int. Как его дождаться и где запустить продолжение, и где запустить коррутину. Вот за все это должна отвечать некоторая сущность, которую мы реализуем сами. И эта штука будет называться авейтером. Именно он объяснит компилятору, как именно дожидаться значения и где после этого коррутину резюмить. и где мы в Смотрите, каким-то образом, когда компилятор видит co-await в коде, просто await, пусть в коде, await от future, он по этой future строит некоторый класс, await. Каким-то образом он понимает, что за ожидание future отвечает вот этот класс future, await. То есть одно с другим как-то связано. Вот, а дальше он вызывает на этом авейтере метод, который будет называться await.suspend. В чем смысл? В том, что компилятор не понимает, как именно дожидаться возобновления карутины. Но вот он эту задачу делегирует вашему авейтеру, вашему в смысле пользовательскому. Вы пишете future и вы для них предоставляете авейтер, который объясняет компилятору, как же именно future дожидаться. И что вы там напишете внутри? Вы напишете там нечто такое. Спасибо. 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 Понятно, что случилось. Ну, то есть я более-менее эту логику, которая вот, видимо, специальная для future, вот эту логику, я просто вынес в класс авейтер. Ясно? Да. Ну, а теперь, когда этот авейтер запланирует мое возобновление, в смысле возобновление карутины, вот этой вот, карутина продолжится с этого места, и что она сделает? Откуда она возьмет V? Из авейтера. Ну, название Await Suspend, Await Resume странные, они мне не нравятся, но так будет в C++, поэтому нам приходится с этим мириться. Не получилось. Код шаблонный. А, ну, у меня авейтер – это optional, поэтому… Да, стрелочка. Ну как? Понятно ли, что произошло? Да. Отлично. В чем здесь смысл? В том, что вот такой класс компилятор уже может сгенерировать за нас. Все, что ему нужно для того, чтобы сгенерировать такую state-машину, ему нужно знать, как по future int построить класс future waiter int. Вот если мы ему зададим это преобразование, то компилятор сможет для нас поддерживать вот такие карутины. Ну все, это практически победа. Теперь, наконец, я могу вам объяснить кусочек карутин C++. Ну, смотрите, все очень похоже. Вот какая-то карутина. Ну или давайте даже так. Вот какая-то карутина в C++. Она стартует вот здесь вот. Ну, это карутина, потому что компилятор видит здесь core await и какой-то core return. Не важно. Ну, в смысле, важно, что компилятор понимает, что это карутина. И вот я ее запускаю, она делает async via 1, async via 2, потом делает first off, строит из них одну future, а дальше мы говорим core await future. А дальше я печатаю результат. Heavy computation. Ну, вот это вот буквально тот код, который мы обещали написать. Мы хотели написать. Мы хотели, чтобы компилятор поддерживал его. Вот так вот. Вот буквально такой же. И вот мы на C++ его написали. Вот сейчас я объясню, что именно делает компилятор, когда он встречает, какой именно код компилятор вставляет вместо этого core await. Ну, тут сложно, на самом деле. Тут есть простое объяснение и более сложное объяснение. Всякий случай, сразу советую, если вы хотите разобраться в карутины C++, есть единственное место, по которому вы можете это сделать, это блок Льюиса Бейкера, который отвечал как раз за разработку proposal про карутины C++. Ну, вместе с Гором Нишановым. Все тормозит. В другой раз посмотрим. Так вот, в этом блоге есть статья про как раз то, что делает core await. И вот компилятор, когда встречает core await, он понимает, что мы карутина и вставляет вот такой код примерно. Ну, тут много ифов разных, но тут половина это какие-то статические проверки, поэтому тут больше всего кода сгенерируется, ну, будет выброшено. Но происходит примерно следующее. Вот у вас есть core await expression. И этот expression, он куда-то там эволюетится. Вот первое, что делает компилятор, он по этому value, а в нашем случае это был что? Это был of future, да? Вот первым делом компилятор понимает, как по этому value построить объект avater. Для этого мы в C++ должны определить для нашего класса, вот для future. Future int. Мы должны для этого класса определить оператор core await. Он получает future и возвращает future await. Ну, вот ровно то, о чем я говорил вам. Компилятору нужно помочь объяснить, что future нужно дожидаться с помощью этого future await. Вот для этого у нас есть оператор core await. Что этот await умеет? Этот await должен уметь три метода. await ready, await suspend, await resume. Что делает await ready? await ready говорит, нужно ли вообще блокироваться. Ну, в смысле, нужно ли вообще крутить не останавливаться. Может быть, мы хотим дождаться future, а future уже сразу готова, нам так повезло. Нам повезло. Ну, в данном случае написано false, то есть мы не готовы. Но мы могли бы написать нечто такое. If future is ready, ну вот уже так повезло, что она готова, тогда мы в result поместим... Ну ладно, потом расскажу. По умолчанию у нас давайте считать, что это false. И если, значит, future не готова прямо сейчас, если нужно все-таки ждать, то мы сохраняем текущее состояние к рутину, то есть сохраняем, то есть компилятор сохраняет все локальные переменные в поля класса здесь, убеждается, проверяет в том, гарантирует, что мы ничего не забудем. Видимо, продвигает вперед лейбл, а после этого вызывает await suspend. И в этот await suspend передает объект, который называется carouting handle. Carouting handle — это очень простая штука. Carouting handle — это класс, у которого есть, ну, более-менее один метод, который нас интересует в первую очередь — это метод resume. И вот мы в этом методе await suspend должны запланировать вызов resume, потому что после вызова await suspend карутина остановится. Тут будет написано return. Так что задача await suspend запланировать в каком-то потоке возобновления карутины. Для этого нам дают handle. Такой handle, который не управляет временем жизни, который просто ссылается на объект карутины и резюмит его. Вот, кстати, пользуясь моментом, в домашке про mutex у вас тоже есть… Ой, в домашке про… что я говорю? В домашке про файберы у вас тоже есть fiber handle, который ссылается на объект файбер и его умеет резюмить. Ну, вот ровно такой же смысл этого класса. После этого вызова await suspend мы говорим return. И карутина останавливается. А когда она возобновится, то мы вызовем await resume. И то, что этот await resume вернет, это и будет результатом выражения co-avate expression. Ну, вот буквально так же, как мы написали сами своими голыми руками. Вот здесь вот. Ну, то есть, мы с вами здесь написали код, который будет сгенерирован примерно такой код, который будет сгенерирован компилятором C++ вот для такого кода. Вот у нас карутина, вот она старт… Вот смотрите, здесь она не запускает, здесь она не работает целиком, здесь она просто стартует. Мы как будто бы вызываем функцию. На самом деле внутри под капотом создается карутина, аллоцируется объект state-машины. Он резюмится, выполняется вот этот код. код до co-avate. В co-avate вызывается на аватере await suspend. И карутина останавливается и планируется, ну, планируется возобновление ее после готовности future. И карутина останавливается. Ну вот, можно запустить и посмотреть, что этот код работает. И этот код работает. Приятно. А теперь смотрите, что бы я мог сделать. Во-первых, понятно ли, что произошло сейчас? Вроде бы я теперь объяснил карутина C++. Ну, по крайней мере, часть про co-avate объяснил. А вот почему мы как бы функцию вызываем, а у нас компилятор понимает, что это карутина, хотя co-avate внутри этой функции? Ну, так, собственно, компилятор благодаря этому co-avate понимает, что мы не функцию вызываем, а карутину стартуем. А, то есть... Ну, в смысле, это выглядит как вызов функции. На самом деле, это старт карутины. Ага. Просто, ну, компилятор это понимает уже, потому что, ну, вот co-avate есть. Смотрите, что мы можем сделать. Ну, у нас есть точка кастомизации. Это оператор co-avate. Мы там можем ставить любой авейтер и, вообще говоря, писать co-avate для произвольного типа, для произвольного значения. Смотрите, что это позволяет делать. Помните ли вы, что в домашке про future, обращали ли вы внимание, там есть такой класс timekeeper. Он умеет строить future по времени. Ну, вот я сейчас собираюсь им воспользоваться. Ну, вот я сейчас собираюсь им воспользоваться. Ну, автор возвращает future, поэтому я могу теперь сделать карутину, которая еще подождет 5 секунд. А теперь я могу сделать вот что. ... ... ... ... ... Ну как, чудеса, да? Вот, пожалуйста, раз, блокирующие ожидания. Как будто бы блокирующие ожидания. Два, какое-то блокирующие ожидания. На самом деле это ожидание никого не блокирует, потому что никто здесь не зовет блокирующих вызовов. Везде сабскрайбы. Ничего, кроме сабскрайбов, у нас нет. И вот, пожалуйста... Там вопрос сейчас есть. Расскажите мне его, пожалуйста, чтобы... Ну, не произнесите вслух. Почему в карутинах нужно писать коретерн, на необычный ретерн, он тоже во что-то раскрывается компилятором? Да, но это тема второй лекции как раз. Ну, потому что мы успели только co-avate разобрать сейчас. Ну вот, кажется, что пора заканчивать эту пару. Значит, чего мы достигли сейчас? Во-первых, мы заметили, что у нас бывает... Ну, что мы можем повесить на карутину дополнительные ограничения, сказать, что она останавливается только в самом верхнем своем стартовом фрейме, непосредственно в своем теле. И тогда мы можем сделать карутину довольно просто с помощью стрит-машины. Дальше мы сказали, что эта стрит-машина, но что карутина останавливается не потому, что она хочет... Ну, не просто так, а потому, что она не может дальше исполняться, потому что она встретила какое-то блокирующее синхронное ожидание. Поэтому мы вот планируем его возобновление с помощью, например, сабскрайба и там внутри этого коллбека карутину резюме. А дальше, чтобы компилятор смог этот код генерировать за нас, мы даем ему сущность авейтер, которая является точкой кастомизации. Ну и компилятор уже понимает, что вот именно этот авейтер будет планировать возобновление карутины. Ну, то есть мы с вами написали код, который будет генерировать компилятор в карутинах C++. Ну, давайте я еще пару минут потрачу. Все-таки хочется логическую точку поставить. Как связаны сущности в карутинах C++ с тем кодом, который написали мы? Вот смотрите, в карутинах C++ там много частей, много деталей, но вот есть карутина, есть карутина стейт. Вот карутина стейт в карутинах C++ это ровно наш класс CoreStateMachine. Это вот состояние карутины, которое ей нужно для возобновления. И что интересно, что в C++ вы не можете получить доступ к этому классу. У вас его нигде нет. Все, что у вас есть, это караутин хэндл. А караутин хэндл, ну это вот более-менее просто голый поинтер на карутину, который вы получаете в методе awaitSuspend. awaitSuspend. Вот он. То есть компилятор этот класс генерирует, но вы про него снова ничего не знаете, например, как в лямбдах. вы только можете получить поинтер на него. Ну вот есть караутин хэндл, есть караутин стейт, ну и есть авейтер. Авейтер это как раз вот та штука, которая управляет возобновлением, планирует возобновление карутины. Вот он здесь. Ну то есть вот примерно так наш код матчится на C++. Ну а после перерыва, через 10 минут, мы поговорим про то, как, собственно, что происходит не только в коэвейте, а вообще, когда мы карутину запускаем. Потому что запуск карутины, это само по себе не очень тривиальное действие, не совсем понятно, что именно тут происходит. Мы это разберем. Не совсем понятно, что именно карутина возвращает. Вот здесь. Как это получается и что заскрывается за коэритурном. Ну вот это давайте сделаем через 10 минут после перерыва. Окей, продолжаем тогда. Для начала, нужно ли еще что-то объяснить про то, что я рассказал? Ну я про что-то еще не рассказал, про то, что успел. Нужны какие-то еще комментарии? Вот этот вот класс... Не слышно тебя. Вот этот класс Future Wait, мы там определяем вот эти методы resume, await и... await suspend, await resume, await ready. Ага. Вот. Это концепт. То есть компилятор ожидает, что мы в коэвейте, в операторе коэвейт, по значению, которого нужно дождаться, отдадим ему класс, у которого есть три вот таких метода. И компилятор вместе коэвейта вставит вот такой вот мета-алгоритм, который этот авейтер собирается использовать. Понятно, спасибо. А, то есть коэвейт, он есть какой-то стандартный, дефолтный? Ну, это хороший вопрос. Нет, коэвейт какой-то самостоятельной семантики не имеет. Он не дожидается фьюч, он не дожидается там времени. Коэвейт — это просто оператор, который раскрывается в такой код. И конкретная семантика у этого кода появляется тогда, когда вы пишете свой авейтер и вот указываете, собственно, когда и где каррутину нужно резюмить. Вот без авейтер — это вот точка, где вы задаете поведение вашей карутины, поведение в точках ожидания. А сам коэвейт, он ничего не знает. Вот карутины и коэвейт, вообще говоря, это целиком language feature. То есть это целиком компиляторная фича. Компилятор ничего не знает про фьюч, ничего не знает про время, про то, как дожидаться одного-другого. Он умеет всего лишь, заметив в коде карутину, в которой есть коэвейты, переписать эту функцию на вот такой вот автомат. Это все, что он делает. Вот это, кстати, хорошее замечание, потому что в C++, кроме карутин на уровне языка программирования, ничего нет. Если вы откроете там карутин в саппорт, то там ничего не будет. карутин на C++ не умеет работать ни с фьючем, ни с чем. Это просто вот фича, для которой вы сами должны задать поведение. Я вам показывал блог Льюиса Бейкера. Вот он написал, ну, кажется, уже сейчас неподдерживаемую, неподдерживаемую, библиотеку Сиппикора. Она была нужна для того, чтобы продемонстрировать, что можно делать с карутинами. Так вот, для карутин можно писать свои примитивы синхронизации, свои комбинаторы, там, свои трэдпулы, свои сокеты. Но всего этого в C++ нет при этом. В C++ принесли только саму карутин, только базовый механизм, то есть только вот это преобразование в компиляторе. Ну, почему? Потому что в конце концов всем, кому нужно, написали уже свои мьютексы, свои экзекьюторы, свои фьючи. Ну, вот мы даже уже свои написали. Вот они. Вот эти самые фьючи. Это ровно те фьючи, которые пишете вы. И мы просто научили, мы просто интегрировали компиляторные, компиляторные карутины с нашими конкретными фьючьями и теперь можем писать, ну, не знаю, там, co-await-f1, co-await-f2. И вот подряд их, значит, дожидаться. В фьючи, в фьючи и вейтер, там как раз вот три этих метода нам нужно реализовать. Да. Сейчас. Await suspend, Await ready, Await resume. Нам нужно сохранять именно такой синтаксис? Ну, что значит синтаксис? Это просто, ну, компилятор вставляет код. В этом коде будет написано if not Await ready, то, ну, то есть, компилятор ожидает, что Await ready будет иметь такой контракт. Там есть некоторые вариации, Await suspend'ов, может быть, там есть разные версии Await suspend'ов, и, собственно, поэтому, если вы будете читать блок, то там будут разные ветки в зависимости от того, что Await suspend'ов возвращает. Он может вернуть bool или может вернуть void. Разные версии Await suspend'а. Но Await suspend должен быть. Именно он указывает компилятору, как... Именно его компилятор использует для того, чтобы запланировать возобновление карутины. Я имел в виду, что Await, нижнее подчеркивание, Suspend, оно должно быть именно так написано. Да, разумеется. Ну, потому что, еще раз, вот компилятор в точке co-await вставит вот такой код. Но не скомпилируется, если Await suspend'а не будет. Здесь я писал Await suspend большими буквами, ну, к ML-кейсам, потому что это наш код, рукописный. Но я всего лишь подводил к тому, как реализован Awaiter в C++. То есть, да, мы обязаны называть методы именно так. И вот, кстати, неприятно, потому что вы видите, что вот нигде нельзя посмотреть, как все это работает. У вас с одной стороны есть код вашей карутины, у вас с другой стороны есть код, который пишет компилятор, у вас с третьей стороны есть какой-то клей в виде Awaiter, который все это клеит между собой. И разом код не увидеть. Это не слишком удобно, наверное, вы понимаете, да? Но вот видите, у меня здесь метод не используется нигде. Но это странно, потому что, конечно, он используется. Он зовется каждый раз, когда я CoreAway здесь пишу. В общем, это все довольно трудно. То есть, тут еще больше скрытой механики. Вот скажем, почему ядро Linux'а пишут на C, а не на C++? Потому что, ну, в C++ очень много скрытой механики. Там, перегрузка операторов, деструктура, еще что-то. Вот CoreAway — это еще огромное количество кода, которое компилятор запишет за вас и которое вы не можете посмотреть. Более того, вот его даже поленились в документации написать. Даже в стандарт его не смогли написать почему-то. Вместо этого написали там, написали это текст вместо псевдокода. Ну, короче, очень сложно. Непонятно, как его увидеть. Ровно поэтому я вам на лекции не этот код, не эти предложения читаю из стандарта, а просто код сам пишу. Потому что только так можно понять, что вообще происходит, когда компилятор что-то компилирует. Ладно. Надеюсь, с этим мы разобрались. Следующий пример. Смотрите. Тут мы уже переходим к запуску корутин. Вот мы поговорили про CoreAway, а теперь нужно поговорить про то, как корутин запускается. К этому постепенно переходить, вернее. Потому что это не очевидно. Вот я уже сказал, что когда мы пишем CoreA, круглые скобочки, то как будто мы запускаем такую функцию, но компилятор понимает, что это не функция, а это не вызов функции. Это корутина, а это запуск корутины. То есть там внутри происходит вот нечто такое. Это локация объекта, локация стейта, и там резюм корутины, ее старт. Ну вот в этом примере смотрите, что происходит. У меня есть threadpool, у меня есть там 4 корутины, и они почти ничего не делают. Они спят, а потом завершаются. И если я такой код запущу, то что я увижу? Что, видимо, раз в секунду у меня будет печататься новая строчка на экран. Ну здесь у меня корутина, она вообще выполняется синхронно. Я ее вызвал, она вообще ничего не дожидалась, она просто завершилась. Вот компилятор понимает здесь, что это корутина все-таки, а не функция, потому что тут корритерн написан. То есть какой-то специальный оператор опять для корутины. Почему он нужен специально, и скоро увидим. Но пока это не очень важно. Пока важно лишь, что для компилятора это все-таки не функция, а это корутина. И вот я вызвал эти четыре корутины, они ничего не ждали, поэтому вот просто четыре подряд завершились. А теперь смотрите, некоторая магия. Ну как не магия, по-моему, это совершенно обычно. Ничего особенного. Я напишу вот такой вот оператор. CoeWate для ThreadPool. Ну я вам говорил уже в начале этой лекции, что CoeWate самостоятельной семантики не имеет. Вот вы можете написать CoeWate для любого экспрессиона, только если, ну при условии, что вы зададите для него оператор CoeWate. И так далее. Спасибо. 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 Я должен написать три метода. А wait-ready вернет false. Что я хочу сделать? Я хочу написать вот такой вот код. Понятно ли, что он будет делать? Ну что мы хотим, чтобы он делал? Переносил выполнение в пул? Да, ну то есть мы здесь, вот без этой строчки мы запускали четыре карутины, они четыре по очереди выполнялись. Вот я хочу, чтобы здесь карутина, будучи запущенной, начала исполняться, а в строчке кое-авейт перепланировалась в трэдпул. И дальше уже спала в трэдпуле. Ну тоже как бы сомнительная идея, но неважно сейчас. Так вот, что же я здесь напишу? Вот я вызвал кое-авейт пул. Для того, чтобы эта конструкция работала, я должен определить авейтер для этого пула. Ну вот я написал авейтер. И что же он будет делать в авейт-саспенде? Запускать резюму в пуле. Ну что, попробуем, да? Ну вот видите, что произошло? Каждая карутина сначала запустилась в мейне, написала, что она в мейне находится. А потом они разъехались по разным трэдам пула. Причем завершились все примерно в один и тот же момент времени. Ну поэтому race condition возникает, все перемешивается. Ну вот, еще одно применение оператора кое-авейт. Да, нет? Да. Отлично. Тогда давайте посмотрим в библиотеку CPP Core. А, кстати, я вот вам про фьючер рассказывал, вот про пример с фьючерами. Вот здесь я вам не показал. Есть же фоль фьючерс, про которые я уже вам говорил в лекции про фьючер. И вот, пожалуйста, для них тоже реализован оператор кое-авейт. Ну и написан примерно такой же код. Вот в await suspend мы подвешиваем к фьючеркулбэк, в котором мы резюмируем карутину. Но есть вот маленькая деталь. Вот здесь await ready проверяет сначала, что если фьючер уже готова, то мы просто берем из нее результат. И возвращаем true, то есть говорим компилятору, что идем по ветке с генерированного компилятором кода, в который карутина вообще не засыпает. Ну а если нужно заснуть, если все-таки нужно ждать, то мы подвешиваем коллбэк. Ну а сейчас я вам покажу с пипикора, на который я уже сказал, что вот карутина – это компилятор, а конкретные примитивые синхронизации для них – это уже библиотека. И с пипикора есть static threadpool. То есть какой-то специальный threadpool для карутин. Зачем же он нужен? Что он умеет? Вот он умеет делать вот ровно так. Co-avate threadpool-shadow. То есть примерно похожая история. Вот метод-shadow, что он возвращает? Метод-shadow возвращает в static threadpool. Ну, во-первых, он уже ничего не принимает. Он возвращает shaddle-operation. А вейтер, который в методе await-suspend, запомнит текущую карутину, а потом запланируется в threadpool. Ну, то есть примерно то же самое, что написали мы, вот здесь вот. Но есть такая вот большая хитрость. Если вы сейчас ее не поймете, то не страшно. Я не хочу долго объяснять. Те, кто поймут – здорово. Те, кто не поймут – ну, не судьба, значит, сегодня. Смотрите, как устроен этот код, в отличие от нашего. Shadow operation – это объект, который помнит, конечно, pointer на threadpool, как и у нас. А вейтер помнит ссылку на threadpool. Но при этом в нем еще есть какое-то поле next на другой shaddle operation. И хендлка рутины. Так вот, когда я говорю о threadpool.shadow, кой await threadpool.shadow, то в методе await.suspend этого авейтера я запоминаю карутину в этот сам объект shaddle operation, и сам объект shaddle operation бросаю в threadpool. А threadpool использует этот объект shaddle operation как узел интрузивного списка. И через поле next, которое в нем есть, провязывать этот shaddle operation с другими shaddle operationами других карутин. Почему? Потому что shaddle operation где живет? Shadow operation живет на стеке карутины. Ну, фактически в поле объекта coroutine state. То есть, вот становится полем класса. И этот объект будет, безусловно, жив, пока карутина жива. А она, безусловно, жива, пока она не запланирована. Поэтому этот класс static threadpool использует shaddle operation просто как узел интрузивного списка для планирования карутин. И не делает лишних аллокаций памяти. По-моему, это супер остроумно. Мы оптимизируем здесь производительность за счет того, что мы работаем именно с карутинами, и у них уже есть аллокация на куче. Вот мы начинаем делать еще одну аллокацию. У нас threadpool, он менее эффективен, потому что, когда мы говорим threadpool submit, мы же бросаем в него лямбду. То есть, это некоторый такой специальный функтор, который был сгенерирован компилятором. А метод submit ожидает какой-то таски. И вот этот unique function — это taperager. То есть, это какой-то контейнер, который скрывает конкретный тип. А внутри он тоже делает аллокацию. В итоге мы делаем просто лишнюю аллокацию на любую задачу, которую мы клоним в threadpool. Вот этот код этого не делает. Но если вы этого не поняли, то не страшно. Если нам достаточно хотя бы этого примера. Хотя бы такого. Ну, хорошо, значит, мы что умеем делать сейчас? Мы умеем делать co-await на фьючах, мы умеем делать co-await на пуле. Ну и, конечно, мы бы хотели писать эхо-сервер снова. Смотрите. Эхо-сервер. Строим его контекст. Строим класс сервер, который устроен таким образом. Вы уже видели, каким образом. Говорим на нем старт. Там стартуем первый async accept. И в его хендлере запускаем обработку клиента. И снова говорим accept client. То есть, снова стартуем новый async accept. Это вы уже видели. Но чем этот код отличается? Тем, что раньше вы, когда принимали нового клиента, аллоцировали на куче объект session, у него полем делали буфер, и дальше запускали на нем старт. И этот старт начинал async read сам. А после этого запускался async write и так далее по циклу. Так вот, здесь код уже другой. Здесь мы просто вызываем функцию. Ну, как функцию. Корутину. Вот такой вот. Получаем сокет. В ней есть буфер. В нем мы в цикле читаем async read сам, потом пишем. Синхронно. То есть, максимально простой синхронный код. Как он работает? Ну, мы пишем co-avate async read сам. Видимо, этот async read сам должен вернуть нам какой-то объект, по которому можно построить авейтер. Ну, вот можно вернуть объект, по которому можно построить авейтер, а можно вернуть просто сам авейтер. Вот async read сам просто возвращает авейтер. Для сокета и буфера. Что он делает? Await Reddit он делает false. Возвращает false. То есть, мы всегда останавливаем корутину. А в Await Suspend мы должны запланировать ее возобновление. Когда? Ну, когда завершится чтение. Здесь мы в Await Suspend стартуем асинхронную операцию с async read сам. И в callback асинхронной операции делаем резюм. Ну, вроде знакомая конструкция уже по фьючим, да? Да. Отлично. Так вот. Мы один раз напишем эти библиотечные функции и эти авейтеры, а дальше сможем писать везде вот такой вот синхронный код. Ну, то есть, он выглядит буквально так же, как наш код с файберами. Единственное отличие... Где же? Нет, не этот код. Вот этот вот код. Единственное отличие в том, что мы здесь должны каждый раз писать вот такой синтактический маркер. Здесь мы просто пишем read сам, а тут мы пишем co-await async read сам. То есть, ставим синтактический маркер для компилятора, который должен теперь понять, что это коррорутина. А теперь смотрите, чем отличается вот этот код от этого кода. Ну, дураку понятно, чем отличается, да? Многим отличается. Но чем отличается компилируемый код здесь от компилируемого кода здесь? Смотрите, здесь... Ну, во-первых, сейчас, секундочку. Механика. Мы вызвали функцию здесь, handle client. Просто вызвали функцию... Ну, стартовали коррорутина. Здесь синхронно дошли до первого co-awaitа. В нем стартовали асинхронную операцию async read сам. После этого коррорутина остановилась. И мы из этого вызова вышли. То есть, вот этот код выполняется синхронно до первого вызова async read сам внутри хендлера. Так вот, выглядит этот код по-разному. Этот выглядит гораздо удобнее. То есть, мы что хотели, то и написали. Цикл, в котором есть... Тут, кажется, забыт цикл, да? Неудобно получилось. Мы пишем обычный цикл с обычным синхронным кодом. Но это некоторые... Ну, мы используем некоторую абстракцию к рутину. Возможно, у нее есть некоторый overhead. Ну, скажем, в файберах у нас, безусловно, был overhead. Потому что мы после окончания асинхронной операции вот где-то здесь. Где я? Секундочку. Мы статуем асинхронную операцию, а в обработчике выполняем служебную задачу, которая планирует новый обработчик, который запускает файбер. Ну, то есть, у нас стало больше задач в Асио, и, ну, просто переключение контекста добавились еще. Это некоторый overhead. Так вот, будет ли такой же overhead, какой он будет, если мы используем карутина? Ну, смотрите, тут нужно применить знания с первой лекции. Что делал код на Асио? Он для каждого клиента заводил на куче объект сэшн. И в него помещал поле с буфером, да? Это мы понимаем. Так вот, а у нас здесь карутина, и в ней локальные переменные. И мы выяснили, что когда карутина запускается, она аллоцируется на куче, и локальные переменные становятся полями класса. Так вот, значит, за нас, компилятором, так получилось, вот в этом коде сгенерировал служебный объект, назовем его снова сэшн, и в его поле поместил этот буфер. Ну, то есть у нас буквально под капотом получился такой же класс. А дальше компилятор нарезал вот эту функцию с этими коэвейтами на вот такие вот части. Снова точно так же. И в каждом коэвейте он вставил такой код. Значит, ну, строим авейтер каким-то образом. Вот авейтер... Ну, сейчас буду писать псевдокод, мне очень важно. Авейтер — это, значит, асинк реца if авейтер авей... if not авейтер авейтр радио авейтер авейт suspend, ну, там, не знаю. Это уже такой псевдокод совсем пошел. Понятно, да? Это вот какой-то код, который вставит компилятор в тело state-машины. Вот в эти вот if-ы. Вот в эти вот... Не туда. Вот в эти вот if-ы. Ну, а теперь подумайте, что с этим кодом дальше будет. Авейтр радио... Ну, это просто инлайн... Ну, что мешает компилятору заинлайнить этот авейтр радио? Сюда. Ну, кажется, такой код тоже бесполезно писать, и он будет соптимизирован. Останется просто вот так вот. Ну, а дальше он, видимо, заинлайнит авейт со спальшем. И там останется сокет asyncred-sum. Ну, и вообще, авейт... Где я? Вот здесь. Ну, а дальше он, кажется, поймет, что сам авейтер тоже не нужен. И его тоже сотрет. Останется просто сокет. Ну, понимаете, к чему я клоню? Что когда мы будем компилировать этот код, компилятор сам построит за нас вот такой вот класс, session, с таким вот полем и с сокетом. Ну, то есть, компилятор сгенерирует код, потом его соптимизирует, и получится, что в этом оптимизированном, скомпилированном коде будет такой же класс, у которого будет поле data, там будет тоже поле сокет, потому что авейтер размещался на стеке, а все, что на стеке находится в полях. И все эти авейт-саспенды, авейт-рэди, они будут заинлайнены, останется просто asyncred-сам. Ну, короче говоря, когда компилятор будет это компилировать, все, коррутины из кода исчезнут, потому что они есть только в языке. Ну, в смысле, вот, как бы, то, что называется surface language. Они на поверхности языка есть, а под капотом их уже не будет. И код, который скомпилируется и соптимизируется, будет более-менее таким же, как вы написали голыми руками для ASIO. Разница в том, что вы здесь страдали, а здесь вы не страдаете. Здесь вы пишете простой синхронный код. Ну, то есть, это такая абстракция, которая оверхеда не имеет в данном случае. За счет того, что она реализована в компиляторе, вы получаете буквально вот такой же код, который раньше руками писали сами. Ну, теперь всю неудобную, неприятную работу за вас делает компилятор. По-моему, это волшебство. Получилось понять? Да. Насколько мы закончим лекцию, скажите мне? В 13.25, да? Ну, по расписанию, я имею в виду. Первая кончалась в 13.45. Ой, в 15.25. В 15.20 она вроде. В 12.25. Окей, хорошо. Ну вот, кажется, я бы показал вам все интересующие меня примеры CoreAWay. Вы можете писать какие-то свои. Ну вот, мы посмотрели на FUTE, на SOKET, на POOL. Ну, будут еще... Вообще говоря, я сказал вам уже, что CoreAWay не имеет никакой конкретной семантики. Он хоть и называется CoreAWay, то есть как будто бы дождаться чего-то. На самом деле, он не обязан ничего ждать вообще. И если у нас время останется, я вам покажу забавный пример. Ну, а пока нужно вернуться вот к какому вопросу. Когда я показывал этот код, мы заметили, что вот мы запускаем корутину как обычную функцию. То есть в языке старт корутины выглядит как вызов функции. Но это не вызов функции. И смотрите, какая проблема есть. Когда управление вернется сюда? Ну, видимо, когда корутина дойдет до первого CoreAWay и там решит остановиться. Ну, хорошо. Дальше оно там перепланируется и запустится где-нибудь там в пуле потоков. И дальше там будет бежать. Ради бога. Непонятно вот что. Что мы здесь вернем пользователю? Потому что с одной стороны у корутины есть возвращаемое значение. Вот она вычисляет некоторый int. А с другой стороны этот int сразу вернуть невозможно. Потому что вот в этот момент корутина еще не завершилась. Она просто подошла к этому CoreAWay и там начала ждать. а вернем значение мы сразу. Итого получается, что у корутины должно быть два возвращаемых значения. Одно из них это то, что корутина сразу вернет после своего старта. А второе значение это, собственно, то, что она вычисляет. Понимаете проблему, да? У нас корутина... Ну, мы вызвали как будто бы функцию. На самом деле мы стартовали корутину и нам должны что-то вернуть. Но вот прямо значение нам вернуть еще не могут, потому что оно еще не вычислено, потому что корутина, собственно, собирается ждать этого значения. Что же мы вернем? Вот ровно поэтому у корутины по смыслу два возвращаемых типа. Вот здесь это int. А сама корутина возвращает future int. Как понять? Ну, собственно, сейчас. Как одно с другим связывается? Когда мы говорили про co-avate, я сказал, что вот у нас здесь есть какой-то expression, это future, и по future нужно построить авейтер, из которого уже мы поймем, какое значение нужно достать. в случае с возвращаемым значением тоже есть некоторая точка кастомизации, которая позволяет связать вот этот int и то, что мы вернем пользователю. Эта точка кастомизации называется promise object. вот он. Ну, вот про carouting state мы уже поговорили достаточно, про carouting handle у нас он тоже был, остается promise object. Вот promise object, он как раз отвечает за то, что корутина вернет при старте. здесь она возвращает future. Но где в этом коде строится future, которую мы возвращаем? Это явно не f1, явно не f2, явно не f, не first of, потому что все эти future мы поглощаем. Где же строится future, которую мы возвращаем здесь пользователю? Но вот в этом коде ее нет. Эта future строится отдельным объектом, который называется promise. для каждой корутины должен существовать объект, который называется promise. Ну, это такой корутинный promise, который не имеет отношения прямого к promise во future, но в данном случае имеет. Понимаю, что довольно запутанно, но ничего поделать с этим нельзя. Так вот, когда вы вызываете когда вы вызываете корутину, то что происходит? смотрите. Сейчас я вам расскажу. Происходят следующие шаги. во-первых, аллоцируется state корутины. Вот этот корутинный state или корутинный frame, как он здесь назван. То есть, вот этот объект, который мы писали голыми руками, коротен state машина. Дальше, ну, в него копируются аргументы вызова, понятно. Дальше конструируется объект promise. Где конструируется, сейчас не очень понятно, чуть позже будет понятно. и на нем вызывается специальный метод getReturnObject. И вот то, что этот getReturnObject возвращает, то и вернется пользователю из вызова при старте корутины. вот из такого вызова. То есть, вот это future строится вот здесь. Что же происходит в коде, когда мы говорим call return? Кто понимает? Давайте проверим вашу интуицию, ну, и вообще понимание происходящего. Кажется, что здесь нужно легко догадаться. Вызывается оператор call return для инта? Что? Вы строят по нему future нет. Никто ничего не понимает, да, значит? Печаль. Наверное, вот в этот объект, который мы вернули. Ну, смотрите, мы вернули пользователю future, потому что мы не можем вернуть ему int. Ну, а call return он положит значение у future. Ну, а, видимо, да, call return, он что делает? Он вызовет на этом объекте promise метод return value. А этот return value возьмет значение. Вот ровно то, которое мы написали здесь. Ну, то есть, опять, call return, он что делает? Он всего лишь завершает исполнение карутины и наполняет смыслом то значение, которое мы из карутины вернули. Вот мы вернули future, который построили при старте вот здесь, а здесь мы положили в нее значение. А где мы перегружаем call return? мы не перегружаем call return, мы пишем carouting promise. Вопрос правильный звучит так, как мы связываем карутину с carouting promise? Как компилятор понимает, что вот для этой карутины нужно использовать вот такой объект promise? А вот так, мы пишем специализацию carouting trades. Promise выбирается просто исходя из типа возвращаемого значения карутиной. То есть для всех карутин, которые возвращают future int, ну или просто future t, будет использован вот такой вот promise type, carouting promise. То есть мы пишем специализацию стандартного класса carouting trades, и в ней говорим, что promise для карутин, которые возвращают future, будет вот такой класс. понятно? Да. Теперь еще хуже. Когда компилятор компилирует вашу крутину, вот такую, например, на самом деле, ну, я вам рассказывал на первой лекции, что он берет вот такой код, и по нему строится state машину, да? То есть казалось бы, мы вот по такому коду сейчас построим state машину, по такому коду компилятор будет строить state машину. На самом деле нет. На самом деле компилятор строит state машину не по такому коду. Он берет ваш код и, секундочку, помещает его сюда и генерирует state машину для такого кода. то есть тело вашей карутины выглядит уже не так, как вы написали, а вот оно оборачивается в некоторый служебный код. Смотрите, во-первых, в начале карутины заводится этот promise type, как локальная переменная. Зачем? Затем, чтобы компилятор, когда он будет компилировать state машину, просто взял и сделал этот promise type полем класса. То есть этот promise type станет еще одним полем вашей карутины. Вот здесь. Ясно это? Ну, любые локальные переменные в теле карутины становятся полями класса при компиляции. Вот, promise type это локальные переменные. Понятно, о чем я сейчас говорю? Понятно, что это? Что это за код? Я не очень понял. Тут же написано. При компиляции тело карутины заменяется вот таким вот. Вот это то, что вы написали, а плюс к этому компилятор еще обернул все в этот код. Это у нас для core turn такая вещь? Нет, для тела карутины еще не получается. Я вроде бы все произнес, все нужные слова. Он любую функцию что ли так делает? Что? Он любую функцию или когда он увидит хоть один из кон, тогда это... Еще раз, если компилятор генерирует... Повторяю все за мной. Я вам показал, что компилятор для такой карутины... Во-первых, компилятор понимает, что это функция, это не функция, это карутина, потому что он видит там await'ы. И по такому телу функции он генерирует такой класс, такую стоит машину, такой автомат, где каждый await заменяется вот на такой if, грубо говоря. Так вот, оказывается, что в C++, когда вы компилируете карутину, когда компилятор компилирует карутину, когда он видит, что есть функция с co-awaited внутри или co-return, то вот такому преобразованию, такой трансформации подвергается не только ваш код, не прямо ваш код, а тело вот этой карутины, вот этот вот код заменяется на такой код. То есть ваш код вставляется в этот, и уже этот код становится телом карутины, и уже он трансформируется в state-машину. Ну, то есть у вас внутри вашего function-body есть какие-то co-awaited, а еще плюс ко всему компилятор сам вначале добавляет служебный co-awaited, и в конце добавляет служебный co-awaited. А кроме того, вызов вашего кода он оборачивает в try-catch, и если вдруг вы нечаянно в своем коде выбросили exception, то будет вызван уже не на объекте promise будет вызван не метод return value, а будет вызван метод unhandled exception. Ну, вроде понятно все, нет? Да, в принципе понятно. В принципе понятно. Ну, то есть мы продолжаем накручивать код, который вставляет компилятор. Но это не должно быть просто. Вот, собственно, поэтому корутины не слишком просты. В них очень много скрытой механики, которую мы не наблюдаем в IDE. И кроме того, там очень много точек кастомизации. Вот ровно поэтому нельзя корутины объяснить за 5 минут на каком-то маленьком простом примере. Чтобы запустить код на корутинах, нужно описать поведение примерно не помню, где-то это здесь было написано. Может быть, я потерял. Ну, в общем, в корутинах примерно 15 точек кастомизации, то ли 10, то ли 15, больше 10 точек кастомизации. То есть, место, где вы можете написать какой-то свой код. Это же ужасно. Это же чудовищно сложно. А, ну вот они все перечислены здесь. То есть, корутина это слишком общие вещи. Это просто компиляторная трансформация. И чтобы ей придать смысл, нужно во всех местах все заполнить. Что делать при коевейте? Что возвращать при старте корутины? Что делать при эксепшене? Что делать, когда вы пишете кориатерн? Вот все это нужно явно написать. Ну вот мы это делаем с помощью такого объекта промис. Так что промис нам здесь говорит, что когда мы пишем кориатерн, ну во-первых, когда мы вызываем корутину, вызывается метод у промиса. Во-первых, когда мы пишем вот такой код, компилятор понимает, что раз, что это корутина, раз тут есть кориатерн, а раз это корутина, то значит по этому возвращаемому типу нужно узнать, какой промис использовать, вот такой вот. и когда мы вызовем корутину и она остановится на первом коэвейте, мы пользователю вернем результат вызова метода getReturnObject. Когда корутина все-таки где-то там в каком-то тредпуле отбежит и сделает кориатерн, мы вызовем на самом деле метод returnValue и в нем на промисе и в нем положим вот в промис той фьючей, которую мы отдали пользователю наше значение, которое мы вычисляем в тредпуле вот здесь. Ну вот теперь мы наконец понимаем примерно как работает весь этот код работает. Конечно же вы как пользователь этого ада всего не пишете. За вас ну кто-то один раз написал фьючей, кто-то один раз кастомизировал, ну кто-то один раз склеил фьючей с корутинами, написав авейтер и написав промис. А дальше вы беззаботно пишете себе вот такие вот функции, которые спокойно синхронно дожидаются фьюч и при этом работают без блокировок поток. Ну как, получилось мне объяснить? Тут проблема в том, что человек в оперативной памяти держит обычно примерно 7 понятий, а в корутинах их уже в 2 раза больше, кажется. Поэтому, возможно, это трудно с первого раза воспринять. Но у вас еще будет возможность разобраться. Кажется, что я, ну, вроде бы я объяснил все в этом примере, как он работает целиком. если мы для разных коррутин с одним и тем же типом возвращаемого значения хотим по-разному определить коррутин промис. Мы не хотим такого, это странно. Но возвращаемое значение, это, грубо говоря, как ты взаимодействуешь с корутиной, как ты получаешь из нее значение. Но, видимо, ну, то есть коррутин промис и возвращаемое значение, это просто, ну, как бы две связанные вещи друг с другом. Тут, как бы, невозможно, если ты хочешь вернуть фьючу, то, кажется, невозможно написать промис иначе, чем вот так вот. А, то есть, кажется, что возвращать из картины не фьючу, это что-то неосмысленно. Это суперхороший вопрос. Давай поговорим вот о чем. Про одну забавную проблему. Вот, смотрим на код. Смотрите, у нас есть корутина. Она состоит из шагов. Co-await, co-await, co-return. Вот. Ну, это какой-то шаг, это корутина, это тоже корутина, она что-то возвращает. Чем отличаются корутины от файберов? Тем, что, если вдруг вы запускаете файбер, и он там вызывает какую-то, вызывает функцию, эта функция вызывает другую, эта функция вызывает другую, и где-то на дне этого стека вы говорите, говорите, там, контекст, там, execution context switch to, то ваша эта функция останавливается, ну, фактически останавливается, и вместе с ней останавливается весь стек, который находится над ней. Но у вас такие вложенные вызовы, они все, как бы, прямо сейчас in progress, и они все разом остановились. С корутинами не так. Представьте, что вы вызываете корутину. вот вы какой-то код, вы функция, и вы вызываете корутину. Ну, как бы, вы вызываете функцию, как будто бы, это выглядит, как вызов функции, но при этом это не вызов функции, при этом это старт корутины. И, ну, эта корутина почему? Потому что, видимо, она сразу выполнится целиком не может, она остановится. Ну, а зачем вы ее запускали? Ну, видимо, вы хотели из нее какое-то значение получить, ведь, скорее всего. А она вам не может его сразу посчитать. Но при этом она остановилась, а вы не остановились. Понимаете, к чему я клоню? Повторите, еще раз скажу. Хорошо, заново все. пусть у нас есть какая-то функция. Ну, как, не функция, а корутина. и пусть мы пишем функцию бар и в ней вызываем фу. Можем мы так сделать? Можем, конечно. Но у нас есть трудности. Вот если у нас функция, если бы это был файбер, и функция фу решила бы поспать секунду, то мы бы написали здесь у файбера sleep for, и вызов фу бы остановился, и вместе с ним остановился бы весь стэк, весь файбер. остановился бы и фу, и вызов бар, и всем было бы удобно. В случае, если мы говорим про корутина, если мы вызвали, если мы написали функцию бар, а в ней вызвали функцию фу, то функция фу, это на самом деле, это же не вызов функции фу, это старт корутины. И эта старт, эта корутина начала исполняться, дошла до первого await'а, и остановилась перед этим перепланировавшись в ThreadPool. Ну, даже не в ThreadPool, даже не важно куда. Важно, но не сейчас. Так вот, понятно ли, что бару сейчас не сладко? Что он получил? Ему нужно использовать значение, которое у него еще нет. Ну вот, он получил не 7, он получил обещание семьи, он получил фьючер. Ну, то есть, корутина, она, в отличие от переключения контекста, останавливает не весь стек вызовов, она останавливает только себя. Поэтому, что делать бару? У него есть две альтернативы. Ну, во-первых, нужно понять, что бару непросто. И вот это непросто, оно, про это непросто есть замечательная статья, очень любопытная, но ее важно прочесть, если вы собираетесь к рутинаме работать. Она называется What Color is Your Function? Супер известная статья, но вот каждый человек, который пишет асинхронность, про нее, конечно, знает. Идея следующая. Скажем, что в нашем языке есть цветные функции, но у каждой функции есть цвет. И что, вообще говоря, поведение функции, вызов, функции, механика этого вызова существенно зависит от ее цвета. У нас есть функции синие и красные, и вот оказывается, что красные функции можно вызывать только из других красных. Ну, можно вызывать синие и синих, можно вызывать... Ладно, перечислите сами комбинации. Вот. И красные и синие функции не очень удобно комбинируются. Речь здесь говорится, конечно, речь здесь идет про синхронность. У вас есть в коде функции синхронные и есть асинхронные. Синхронные — это обычная функция, которую вы пишете. Асинхронная — это функция add-карутина. И вот эта красная функция, это вот вроде бы add-синяя функция. И что же делать синие функции, которое вызывает красную? Можно либо блокирующе подождать результаты в фьючере, либо подписаться на результат. Ну вот, ну тут как бы ответ уже содержится в вопросе, это немного неудобно. Но базовый ответ такой, если мы функция вызываем к рутину, то если к рутину остановится, то мы останемся в трудном положении. И если мы хотим дождаться результата, то мы тоже должны стать к рутиной, чтобы остановиться вслед за ней. Поэтому что бы мы могли сделать? Мы могли бы написать вот такой код. Ну а если мы станем, то есть если у нас функция for останавливается, то функция bar тоже должна останавливаться, а если функция bar останавливается, то должна останавливаться функция, которая находится над ней. Ну и так вот вверх по стеку наша коррутинность распространяется. Ну то есть наш co-await, он начинает такое синтактическое заражение. Где-то в коде появилась корутина и если код не хочет блокироваться, то вверх по стеку все становится корутинами. Но у этого есть и свои плюсы на самом деле. Потому что если у вас все выше по стеку становится корутинами, то внезапно у вас стек не переполняется никогда. Почему? Ну потому что каждый новый вызов функции это просто аллокация стекового фрейма на куче. Ну просто скрытая аллокация. И в итоге ваш стек вызовов, если он состоит из вызовов корутин, он превращается в такой связанный список стековых фреймов. Понимаете меня? вот ровно поэтому корутины, они дают вам такие стеки идеального размера. Здесь невозможно переполнить стек вызов корутин. Есть смешной момент про это, вы, наверное, в домашке кто сделает, почувствуете его. Но вообще говоря, если вы вызываете корутины, то стек вы не переполните, потому что стек просто растет с каждым вызовом. Да, нет? Да. Вот. Но все-таки вам иногда хочется это заражение, эту инфекцию остановить. Вам все-таки хочется в какой-то момент сказать, что хватит. Мы не хотим дальше эту корутины распространять. Поэтому у вас всегда есть две опции. Если вы вызываете красную функцию асинхронную, то вы либо сами становитесь красным, говоря co-await и передавая проблему выше, либо вы проводите границу между синей и красной, и вот ровно поэтому фьючер вам подходит. Вы можете на фьючер сделать co-await, а можете фьючер заблокировавшись дождаться. И тут есть очень крутая оптимизация, очень важная. Ну, смотрите, с одной стороны, да, у нас если стэк состоит из коррутин, то каждый новый вызов порождает новый стэковый фрейм, и стэк не может переполниться, ну, потому что это связанный список на кучу, фактически. С другой стороны, ну, как бы делать много локаций на каждую вызову, на каждый вызов коррутин, это довольно неприятно, правда? Ну, то есть, с одной стороны, стэк не переполнится, с другой стороны, кажется, ничем не лучше, сегментированные стэки, да? Но есть волшебство некоторое, ну, там, с сегментированными стэками, там, есть еще нюансы про перформанс все-таки, но по смыслу это похоже на сегментированные стэки. Смотрите, какой есть нюанс. вот вы корутина и вы вызываете корутину стэп. И важно, что время работы, время жизни корутины стэп вложено во время жизни корутины кора. Правда ведь? Понимаете, к чему я клоню? Какую оптимизацию можно сделать здесь? Но если компилятор поймет, что время жизни стэпа вложено во время жизни кора, то компилятору вовсе не обязательно аллоцировать стэковый фрейм для функции стэп на куче. Этот стэковый фрейм можно заинлайнить прямо в стэковый фрейм корутины кора. Ну, потому что мы знаем, что он проживет меньше. Лайфтайм его, он вложен лайфтайм корутины. Вот этой вот. Схватили идею? Да. Вот. И если у вас есть такая вложенная цепочка корутины, но при этом компилятор сможет понять, что в этой цепочке лайфтаймы там как-то вложены друг в друга, то у вас не будет аллокации стэкового фрейма на каждый вызов каждой корутины, как вот здесь вот. Как вот здесь вот. Это было бы супер неэффективно. Вместо этого компилятор вот так заинлайнит эти стэковые фреймы друг в друга, получит такую матрешку, и в итоге аллокация будет всего лишь одна. Вот ровно поэтому корутины называются идеальными, их можно было бы назвать идеальными стэками. Я когда-то шутил, что весь курс про стэки, ну и в принципе так и есть. Вот у вас ASIO это ноль стэков. Ну то есть у вас стэка вообще нет. В случае с файберами у вас стэки фиксированного размера. В случае с корутинами у вас ну вот такие вот вроде бы стэки списки, которые растут инкрементально при вызовах, но при этом могут онлайниться друг в друга. Так что весь наш курс он ну в зависимости от того, как вы смотрите. Если вы смотрите на средства выразительности, то, конечно, корутина от файберов отличается. У корутины требует вот такой вот синтаксической аннотации. Вот как здесь. Файберы не требуют. Но при этом и корутина и файберы позволяют вам писать синхронный код. Но в файберах стэк фиксированного размера, если вы смотрите с точки зрения реализации, а в корутинах этот стэк он растет по мере необходимости и может быть даже большими порциями если компилятор может доказать, что это делать безопасно. Вот такие удивительные вещи. Но это еще не все. Из этого примера нужно вынести еще кое-что. Ну то есть если у вас lifetime и корутина вложены, то можно оптимизировать не только локации стэковых фреймов. Можно заметить, что future как средство композиции корутина это крайне скверная идея. ну вот у нас вложенная корутина возвращает future а здесь мы этой future дожидаемся ну кое-вейт фактически дожидается этой future а синхронно ну пусть ну и сам становится корутиной конечно. Так вот что в этом коде что неэффективно с точки зрения локации стэковых фреймов я уже сказал компилятор здесь может сам понять, что мы корутину дождемся вложенную поэтому фреймы заинлайн это сделает компилятор но тут неэффективность еще и по нашей вине возникает давайте вспомним файберы ну вы же уже делали по крайней мере смотрели домашку про future вы знаете, что есть future есть promise между ними shared state и он лежит отдельно от future и от promise потому что непонятно, что умрет раньше либо future либо promise поэтому у нас в домашке про future future и promise держат ссылку на этот shared state да где там вот такой вот ссылку но это локация на куче мы не знаем что умрет раньше future и promise при этом когда вы писали домашку про файберы там была возможность выделить future в коде ну чтобы просто меньше дублировать кода и кажется у вас здесь была такая очень простая future она просто жила на стеке и вас это устраивало почему? потому что вы знаете что гарантированно в этом коде сет на future будет выполнен раньше чем get а значит future проживет до этого момента сета future не разрушится пока не будет вызван set вам не нужно было аллоцировать эту future на куче делать какой-то shared state это просто в этом просто не было смысла не было необходимости мы знаем что этот вызов не завершится рецам этот фрейм не разрушится пока асинхронная операция не завершится это было очень удобно и вот здесь вот в этом вот здесь в этом коде мы тоже это знаем мы знаем что карутина бар проживет дольше чем карутина фу но при этом для синхронизации между ними мы используем future то есть мы знаем что фу вложено в бар в смысле лайфтайма но при этом мы все равно аллоцируем future на куче мы там все равно используем ну в смысле мы аллоцируем shared state для future на куче мы там используем атомарный подсчет ссылок и мы еще используем синхронизацию какие-то атомики или mutex чтобы синхронизировать set и get set вернее который будет выполнен здесь вот и subscribe который будет выполнен вот здесь вот то есть у нас лишняя аллокация лишняя синхронизация и лишний атомик в reference counting понимаете меня да ну вот ровно поэтому future она подходит для того чтобы писать ее здесь в качестве возвращаемого значения но это не всегда разумно если мы знаем что мы собираемся синхронно дождаться future ой синхронно дождаться карутины то как мы могли бы это сделать мы могли бы придумать очень простое решение и вот ровно поэтому в c++ когда-нибудь или уже по-моему еще нет добавят вместо future task ну не то что вместо future а карутины должны возвращать не future от int а task от int это такая легковесная future специальная для карутин которая учитывает что одна карутина дожидается другой если у нас есть цепочка вызовов карутин и если в ней каждая каждый вызов каждая карутина синхронно дожидается предыдущего то нужно использовать таски как они будут устроены ну вот вы вызываете сабтаску и вам возвращают такой объект task int и вы на нем говорите co-await что вы очень мелко что вы хотите в этом co-await сделать ну вы бы хотели сделать следующее вы бы хотели запустить эту сабтаску начать ее исполнение и когда она исполнится когда она завершится вы бы хотели в return value какой код написать вот мы здесь говорим co-await это значит что текущая карутина остановится в точке остановки в await suspend мы что сделаем мы запустим эту карутину и когда она завершится то в core turn она что сделает ну давайте угадайте видимо get get что нет ничего не понимаю get у простой future которая которая еще раз future нам не нужны вообще еще раз нам future не нужны совсем нам не нужны динамические аллокации нам не нужны reference counting нам не нужны синхронизации мы в return value хотим всего лишь запустить вот эту карутина которую мы остановили ну может быть не в return value но вот в конце этой карутины мы хотим запустить эту карутину обратно потому что это завершилось значит это может продолжиться ну ладно вы сейчас это слишком сложно чтобы вы сходу поняли так в уме но про это будет просто задачка в домашке и кажется она будет познавательной для вас там будет еще супер ловкий трюк супер смешные грабли на них можно будет наступить с удовольствием ну ладно да и как раз в этом месте в реализации таска потребуется вот дополнительная точка остановки в начале вызова карутины вы поймете зачем она будет нужна про это мы уже ну не знаю нет сил говорить слишком сложно или давайте расскажу может получится в зависимости от ну я понимаю что мы все устали но вдруг кто-то поймет опять будет приятно помните когда мы говорили про фьюч я вам показывал какие-то примеры и показывал вам пример который назывался race в чем его смысл был в том что вы там не знаю стартутесь асинхронную операцию вот здесь вот получаете фьючу потом к ней подвешиваете кулбэк и вообще говоря у вас гонка ну то есть с одной стороны в пуле потоков может закомплиться фьюча с другой стороны вы подписываетесь на ее результат и непонятно что выполнится раньше и поэтому непонятно в каком именно потоке будет выставлен кулбэк было такое и мы эту проблему решали с помощью экзекьюторов мы писали метод via ну домашка у вас проект текущий есть неизбежно разберетесь если вы слушаете эту лекцию это видимо вам надо да вы видимо сделаете так вот initial suspend он решает эту проблему вот вы можете проблема с фьючами в том что если у вас есть фьюча значит с другой стороны уже запущена синхронная операция и она может завершиться в любой момент если вы пишете карутину то вы можете вернуть таску а не фьючу без старта карутины вы можете карутину остановить вот здесь сначала в этой служебной точке и уже когда вам удобно когда вы повесите кулбэк на свое возобновление вот здесь вот уже сделать резюм ну ладно сложно мы не поймем ничего давайте о чем-нибудь простом поговорим о чем-то забавном у нас осталось сколько там 5 потрачу еще 5 минут вашего времени я расскажу что-нибудь смешное помните в домашке про эхо про файберы тут у нас много флешбеков но что поделать мы сегодня мы все собираем вместе сегодня крайне ответственная лекция когда мы делали файберы мы однопоточные файберы и эхо мы говорили что вот есть два способа обработки ошибок вот выберите тот который вам нравится ну и есть способ где мы используем коды и пропагетим ошибки вручную ну не слишком приятный код но приходится его писать зачем мы вообще тут результаты выдумали за тем чтобы их во фьючих использовать дальше но и само по себе это тоже полезно но вот такой код писать неудобно ну как нам неудобно а в языке go все в общем привыкли так писать пишут что не жалуются но может быть можно было бы сделать как-то эффективнее и скажем в языке rust это сделано в языке rust есть такой оператор знак вопроса там тоже везде резалты но вы не пишете код вручную чтобы их пробрасывать выше вы пишете оператор вопросик и вот этот вопросик он разворачивается компилятором в некоторый служебный код который сам пробрасывает ошибки наверх ну зачем вам такой код руками писать в конце концов пусть это делает компилятор но мы так не можем сделать на c++ и грустим по этому поводу но в лекции про фьюч мы же что узнали что ну есть цепочки зенов такая вот композиция почему нам эти цепочки зенов нужны потому что ну нам нужно каким-то образом передавать фьючу в продолжение ну сейчас тут не та ветка очень печально у нас есть пайплайн в нем предшествующий шаг построил фьючу т следующий шаг ожидает просто т и мы должны каким-то образом это фьючу т в т передать вместо т передать передать функцию продолжения вместо т фьючу т для этого у нас есть такой специальный комбинатор зен который связывает предшествующий шаг и следующий шаг как будто бы передает фьючу в функцию которую ожидает т а дальше мы заметили что когда мы обрабатываем когда мы обрабатываем ошибки сейчас я найду этот код сейчас секундочку еще неужели я его потерял так так я снова с вами значит у нас есть обработка ошибок нам не нравится писать ретерны вот эти вот вот у нас есть функция f1, f2, f3 каждый из них может завершиться какой-то ошибкой непонятная может завершиться успешно поэтому если мы хотим из них выстроить pipeline то мы вынуждены каждый раз проверять возникла ли ошибка на предыдущем шаге и пробрасывать ее выше если она возникла получается такой вот довольно ротский код в Rust у нас для этого есть знак вопроса который этот код скрывает от нас ну а дальше мы вспоминаем future и вот вспомним что у нас есть такая вот композиция future с помощью zen и это все очень и смысл этого zen это связывание предшествующего шага и следующего на предшествующем шаге у нас была future а мы должны были передать ее в качестве t а в случае ошибок у нас есть вроде бы на предшествующем шаге expected int error а мы хотим передать его в функцию которая ожидает просто int и для этого тоже можно применить написать такой комбинатор bind который связывает предшествующий вызов со следующим и скрывает вот эти if и пробрасывает ошибки вперед незаметно для нас а дальше мы заметили тут следите за следите за цепочкой рассуждений дальше мы заметили что кажется проблема одна и та же во future у нас была future t а функция ожидала t здесь у нас есть expected int error а функция ожидает int и мы должны одно с другим связать у нас есть некоторый контейнер для значения future или expected и у нас есть продолжение которое ожидает просто значение и у нас есть какое-то правило связывания как именно мы этот expected передаем в функцию или future передаем в продолжение проблема одна и та же и мы сказали что если мы эту общую часть проблемы вынесем то останется понятие монады которая про то чтобы ну которая про контейнер для значения и про правила связывания у нас есть запакованные значения есть продолжение и мы должны одно в другое передать вот монады они вот на примере хаскера и вот вы можете писать такие цепочки связывать одно вычисление с другим но делать это не слишком удобно не слишком это все изящно выглядит поэтому в хаскере есть специальная донотация такой специальный синтексис где компилятор понимает что между частями между вот этими строчками нужно провести вот такие ну их нужно связать определенным образом а дальше я главное чтобы вы не запутались а дальше я сказал что в этой лекции про co-avate что в c++ у co-avate самостоятельной семантики нет co-avate это всего лишь компиляторная трансформация которая позволяет с помощью avater к рутине дождаться чего-то на самом деле не обязательно дождаться она связывает одно с другим здесь у вас есть future секундочку вот здесь у вас есть future а вы хотите сделать из нее а вы ожидаете int и вот co-avate скрывает за вас правила этого ожидания то есть правила связывания предшествующего шага со следующим шагом так вот к чему я клоню к тому что co-avate в c++ но это в каком-то смысле та же самая донотация для хаскеля и если в хаскеле можно делать обработку ошибок с помощью донотации а co-avate это донотация для c++ то видимо в c++ можно делать обработку ошибок для монад но в c++ тоже можно делать обработку ошибок с помощью co-avate ну потому что И то, и другое, и ошибки, и эти expected, и future — это монады. У нас есть в обоих языках донатация, а, видимо, можно с помощью ее применить к обеимой задачи. Так вот, кажется, это еще одна потенциальная домашка ваша. Можно core await приспособить для таких целей. Вот этот core await, он просто завершает коррутину под собой. Если функция f1 вернула ошибку, а если не вернула ошибку, то просто распаковывает ее в int. То есть он даже ничего не ждет. Он буквально работает без ожидания. Core await — это не про ожидание непременно. Core await — это про связывание, про то, чтобы получить из future значение или из expected да просто int. Как именно связывание происходит, за это отвечает конкретный await. Ну, вы вот await пишете, в нем кастомизируете, ну, в нем описываете правила своего связывания в монаде, ну и все. Получается вот возможность писать такой код. У нас же свой await под каждый тип. Ну да, один await для одного типа optional написать придется. Один раз в жизни. Ну что, получилось объяснить у меня или нет? У нас есть две задачи — обработка ошибок и связывание... Обработка ошибок раз и последовательная композиция f2. И то, и другое объединяется понятием монады. Для монад в хаскере есть донотация. Донотация, кажется... Core await — это, кажется, тоже донотация, поэтому можно применить Core await и для ошибок тоже. Ну да, понятно. Ну вот, такие вот забавные вещи можно с Core await'ом делать. Тут есть некоторая сложность, почему это может быть неэффективно. Ну давайте об этом уже в свободное время поговорим с вами. На сегодня все. Я устал. Вы, наверное, тоже устали уже. Ну и не знаю, получилось ли у меня объяснить все. Все точно не получилось. Я и не пытался. Но я объяснил, кажется, довольно много. Лучше я не умею, честно. Вот. Мне самому такой лекции не хватало, потому что нигде... Ну, не знаю. Читать вот эти... Вот эту лапшу... Вот нет даже, а вот эту. Довольно сложно. Мне кажется, что самый понятный способ к рутины понять — это написать код, который для них генерируется. Вот тогда кажется, что все детали, все части становятся к тоосизаемы. Тут бы еще и Promise хорошо было бы написать голыми руками своими. Но... Возможно, через год я это сделаю. Ладно. Время подошло к концу. Если у вас есть вопросы какие-то общие или про какие-то детали, то давайте попробуем на них ответить. А в других языках Await так же, в принципе? Ну, вообще, в принципе, все равно. А, я забыл шутку, извините. Вообще, C++, карутины, они были сворованы из карутины C-Sharp. Вот Горнишанов просто перенес дизайн карутины C-Sharp в C++. Почему шутка? Потому что в C++ карутины, и их делал человек, которого зовут Гор, поэтому они карутины. Ну, в ГО тоже карутины, но при этом они как раз не карутины, в отличие от карутины C++, если вы понимаете, о чем я. Это файберы. В общем, такая история. Карутины C++, они повторяют дизайн карутины в C-Sharp. Там тоже есть авейтеры. Ну, авейтер — это ничего, но это очень понятная штука. Это точка кастомизации, где мы описываем свои правила связывания, правила ожидания, как вам больше нравится. Ну, а компилятор вокруг этого генерирует машину, генерирует стрит-машину. А в других языках тоже нужно кастомизировать все вот эти вот штуки? Или там как-то лучше все сделано? Ну, лучше лучше. Это не может быть сделано иначе. Ну, как это может быть сделано иначе? У тебя компилятор занимается просто переписыванием кода. Он функцию переписывает в автомат. Но он не знает, как дожидаться фьючера. Как он может знать за тебя? Это же компилятор, а фьючер — это то, что написал ты в библиотеке. Ну, коэвейт — это что-то общее, больше там... Можно даже донотацию на него написать. А более спустя и червяные... Моя последняя аналогия была в том, что коэвейт — это вот аналог донотации, потому что коэвейт от какого-то конкретного смысла избавлен. Он называется коэвейт, но на самом деле он даже может не ждать ничего. Вот в этом примере он ничего не ждет. Так что, ну, если у вас есть авейты, то где-то написан какой-то код, который указывает, как именно дожидаться, фьючер там или чего-то другого. Другое дело, что разработчик, который использует этот коэвейт, он же не пишет все это сам. У вас есть очень мало людей, которые пишут сами фьючер и пишут для них там кроме связанных с карутинами. Вы, как прикладной разработчик, просто пользуетесь этим всем. Пользуетесь коэвейтами, пользуетесь там трендпулами готовыми, пользуетесь там какими-то фьючерами. Один раз это кто-то пишет за вас, там, не знаю, вы приходите в какую-то большую компанию, там это написано уже где-то. И этим пользуетесь спокойно. Ну, а компилятор язык про это знать не может. Мы не хотим в язык добавлять знания про фьючер. Зачем нам это? Язык должен оставаться максимально простым. Еще что-нибудь? Кто-нибудь? Получается, оператор core return мы перегружать не можем, он просто такой оператор. Но core return для него уже семантика зафиксирована. Ну, в смысле нет, мы не говорим, мы не перегружаем оператора здесь. Мы для вот этих core await'ов и core return'ов задаем семантику. Для core await'а мы задаем ее с помощью класса avater. Для core return'а мы задаем ее с помощью класса promise. В этом смысле они не похожи, они одинаково устроены. Мы пишем два класса, один про core return, другой про core await. А как core return понимает, к какому нужно кастить типу из возвращаемого значения? Ты про параметр шаблона, что ли? Ну, это мелочи. Это мелочи. Ну, то есть, ты возвращаешь в коде int, а на выходе у тебя future int. Ну, вообще говоря, у тебя в core return'е может быть написан произвольный тип здесь, а вот здесь вот, вот здесь вот. Ну, то есть, вот тип этот и вот этот, вот это два разных типа. Здесь тип u, здесь тип t. Ну, и вот ты говоришь, как сделать из типа u сделать тип t. Как из типа u заполнить значение там какого-то типа t. Ну, это просто всего лишь два разных типа, поэтому два разных параметра шаблона. Тут никакого каста, ну, никакого... Это не про каста, это про то, чтобы из одного значения сделать другое значение. Из int заполнить future int. Или сделать еще что-нибудь, я не знаю. А я забыл, где мы promise подтягиваем, типа, указываем? Сейчас, promise для данной коррутины, конкретный promise выводится из возвращаемого значения. Мы заполняем trade, coroutine trades, и в нем определяем promise type для данного возвращаемого значения. Спасибо. Вот компилятор понимает теперь, что нужно взять объект promise type и подставить его вот сюда. Вот куда, сейчас я покажу. Потерял. Компилятор понимает, что... А, вот здесь это было. Вот здесь. Что вот этот promise type, это coroutine trades от return value, там, два двоеточия, promise type. А в коэвейте мы не делаем такую же штуку, потому что у нас может быть разный смысл для коэвейта для разных возвращаемых типов. Ну, там чуть больше свободы, я не знаю, почему именно тут сделано по-другому, но у тебя... Там есть больше правил, по которым ты можешь получить... Ну, скажем так... У тебя co-avator вообще, говоря, зависит от promise type. Правила там такие. То есть у тебя для каждого promise type co-avate может для одного и того же типа T иметь разное поведение. Ну, собственно, поэтому я вам не показываю честный код co-avator, ну, точнее, не объясняю честный код co-avator, там он довольно замороченный. То есть все в общем случае, все немного сложнее. Ну, это такая максимальная общая фича. Тут очень много настроек, которые можно было бы сделать. Я не пытаюсь объяснить все, потому что только нас запутает. Я объяснил какой-то простой базовый сценарий. И так уже довольно много деталей получилось. Просто co-avator кажется какими-то похожими, и то, что они должны похоже работать. Так они работают похоже. Для того, чтобы работал co-avate, нужен объект avator с каким-то понятным контрактом. Для того, чтобы работал co-return, нужен тоже объект promise с понятным контрактом. Тут я между ними большой разницы не вижу, если честно. Механизм примерно одинаковый. Как именно выводится avator и promise, ну, эти детали отличаются. Но они могут отличаться, это разумно. Для нас это не очень важно сейчас. Потому что принцип от этого сильно не меняется. Меняются детали. За семантику co-return отвечает promise. За семантику co-avator отвечает avator. Ну что, конец? Видимо, да. Видимо, мы попытались за раз съесть карутины. Ну что ж, вроде бы получилось. По крайней мере, можно было бождать гораздо худшего исхода, а мы вроде бы все поняли. Ну, по крайней мере, первую часть лекции мы точно поняли, и половину второй мы тоже поняли, я уверен. На каких-то уже совсем технических деталях, наверное, посыпались, но не все сразу. А можно еще раз пример с co-avator 5 секунд? Как у нас там тип, не прошел какую-то фиаско с типом? Возвращаем. Ну, co-avator, вот у нас есть 5 секунд. 5 секунд это какие-то там, ну, какой-то хрона. Duration. Вот мы для этого duration определили оператор co-avator. Вот мы из этого co-avator вернули avator. Ну, и вот и все. А он, типа, не future int должен что-то вернуть или что-то типа такого? В основном co-avator возвращает avator. В этом и смысл оператора co-avator. Он берет expression, который написан здесь, и по нему строит avator. Вот у меня здесь была future, я по ней строил avator с помощью оператора co-avator. Вот у меня здесь был chronoduration, я по нему построил avator. Ну, опять успех. Что мне еще нужно? Но мы же выходим из корутины вызывальщика при первом co-avator либо co-return. И как мы future int-то ему возвращаем? А, это функция. Это promise. Еще раз, вот та future, которую мы здесь вернули, ее в этом коде нет. Я вот с этого и начал объяснение promise. Эта future строится через promise вот таким вот кодом. А когда мы говорим co-return, мы в нее кладем значение, в этот promise, в эту future. Ну, ничего не... Future без promise не бывает. Ой, а корутин без promise не бывает. Ну, promise — это всего лишь название. Ну, promise object, он называется вот здесь. Он может быть чем угодно. Но еще раз я сказал, что future и promise — это как раз неэффективно для корутины. Для корутины нужно делать какие-то таски. И там будет таск, и так таск-промис. Ну, просто называется promise object, потому что этот promise object дает обещание вернуть какое-то значение. При старте корутины. Поэтому и promise он называется. То, что слово совпадает с future и promise, ну, вот такая коллизия неприятная. Что поделать? У co-avate тоже семантики ожидания необязательные. Он может и не ждать ничего. Но, тем не менее, называется await. Ну, так и стричка сложилась. Все, конец. Давайте закончим. Спасибо вам, что провели две лекции сегодня.